с течением времени, или что? Ну, ты очень философски начинаешь отвечать. На самом деле, я бы очень хотел, на самом деле, правда, очень бы хотел, чтобы беседа прошла в абсолютно конструктивном, абсолютно нефилософском и абсолютно неэмоциональном ключе, насколько это получится, потому что все-таки разговариваем мы про кино, вот, но раз уж ты назвал это мастер-класс, хотя бы я сказал, если был бы мастер, был бы класс, но мне кажется, что если мои какие-то знания или опыт, они пригодились бы, да, присутствующим, это было бы гораздо лучше, чем я бы рассказывал о своем месте в собственном искусстве или в искусстве вообще. Поэтому, если ты говоришь структурно о том, что меняется время, да, как сказать, мы действительно были знакомы достаточно давно, то, и поскольку ты модератор, вот, то мне было бы гораздо легче, если бы ты как-то более прагматично, что ли, направил меня, и я и с помощью твоей, и с помощью тех, кто присутствует в зале, максимально бы конкретно, тезисно и коротко бы отвечал на те вещи, которые вас действительно интересуют. Давай. Мы обязательно сделаем блок с вопросами из зала, но я предлагаю сделать это чуть позже, когда мы наберем скорость. Значит, 2009 год. Ты снял свой короткометражный фильм «Начальник», который получил гран-при на кинотавре, правильно? За короткий метод. Да, 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 это совершенно так. Как это случилось? То есть, я знаю только то, что ты потратил на это свои 150 тысяч рублей, и все. И вчера посмотрел этот фильм на Ютубе, у которого там 500 тысяч просмотров, что для короткометражки российской, ну, в целом много. Ну, прошло уже почти 11 лет, конечно, у него будет и 500 тысяч просмотров, а через 200 лет будет и миллион, вот, поэтому здесь ничего. Ну, если, опять же, интернет останется в том виде, в котором мы его сейчас подразумеваем. Да, я потратил действительно 150 тысяч на съемки этой картины, вот. Что о ней можно ключевого рассказать? Это действительно шаг в неизвестность, шаг в пустоту, потому что на тот момент, это я рассказывал уже неоднократно, я работал аниматором в детском клубе «Яузы», который находится недалеко здесь, на «Яузе», около Матросского моста. Вот. И, собственно, мы работали там с другим режиссером, Рустамом Масафиром, который снял вот недавно свою дебютную картину, сейчас снимает, вернее, свою, ну, как бы известную картину, которая называется «Скиф», да, вот. И, собственно, работает сейчас тоже достаточно много и в сериалах, и над своими авторскими работами. Вот. На тот момент, когда мы оба работали Джеком Воробьем и Сильвером, вот, я, собственно, был Сильвером и Джеком, вот, мы задумывались над тем, что наше актерское образование в ГИКовской, оно не принесло нам, как сказать, того, чего мы хотели, да. Но, опять же, не без претензий к кафедре или без претензий к кафедре, в системе образования, а просто с пониманием того, что у нас не сложилась какая-то большая актерская карьера. И оба приняли решение, что будем постепенно пытаться заниматься режиссурой. То есть тем, что, ну, я так про себя называю, сотворение собственного мира, да, собственной какой-то вселенной, в которой ты, как сказать, действуешь. То есть те, кто с тобой сотрудничает, или те, кого ты придумываешь, или вообще все элементы действуют по твоим собственным законам, да. Это принципиальное отличие актерской профессии от режиссерской. Вот. Ну и постепенно, если уж мы рассказываем обо мне, да, я делал какие-то, ну, как сказать, очень осторожные шаги в сторону короткометражного кино. Три, вернее, четыре опыта из пяти, слава богу, больше никто никогда не увидит. Вот. И это происходило, ну, как сказать, поступательно, с попытками поступления в АВИК, опять же, на режиссерский факультет. У меня был первый заход, когда, по-моему, Сиренко был мастером своего собственного курса. Я сейчас детали уже не помню, но я абсолютно точно помню, что когда я писал некие работы для поступления, был серьезный разговор о том, что возможно, как сказать, обучение на платной основе. Я просто пытался дождаться того, что примут закон о том, что второе образование будет бесплатным. Это имеется в виду второе режиссерское образование, потому что, как известно, люди, которые приходят на режиссуру, хотя уже все изменилось, но тогда, в общем, в большинстве своем, или, по крайней мере, в серьезной части этих людей были люди взрослые, обладающие уже первым образованием. Ну и, в принципе, как сказать, обсуждалось то, что нужно поощрять тех людей, которые уже получили первое творческое образование, да, и хотят получить второе, тем более режиссерское. Эта конструкция вроде была очевидная, она была, ну, достаточно логичная, но, как сказать, власти или, там, я не знаю, как сказать, люди, которые принимают решения, на это не пошли. И у меня было два захода. Первый к Сиренко, второй к Абдрашитову. К Абдрашитову я поступил. Поступил на платное, на первый курс, и у меня было, это достаточно тривиально уже, для тех, кто интересуется моей биографией, пафосно прозвучало, известная штука, что я принял решение не платить за первый семестр обучения, и там написано об этом, да? Да, не платить за первый семестр обучения, а снять сюжет, который пришел мне в голову. А, и надо сказать откровенно и честно, я консультировался со своим мастером по актерскому мастерству с Владимиром Александровичем Грамматиковым, и он, как бы так, достаточно аккуратно и по-человечески, и по-наставнически меня отслеживал, но когда появился сюжет начальника, он сказал, что это можно делать, это действительно интересно, и это может сработать. Хотя сам он достаточно таких, скажем так, ну, вы знаете биографию этого режиссера, он позитивный, таких достаточно, как сказать, жизнеутверждающих взглядов, но эту работу он одобрил с точки зрения профспрофессии. И действительно была дилемма заплатить за первый курс обучения в мастерскую Абдрашитова или снять на эти деньги. Я сейчас точно могу ошибаться и не хочу ни в коем случае сказать что-то некорректного, но я не помню точно цифру, но, по-моему, это были сопоставимые деньги. То ли за год, то ли за семестр можно было заплатить то, что я потом в итоге заплатил за метражку начальника. И я принял для себя решение попробовать. Это не было ни героизмом, как сказать, не было ни фанатизмом. Я просто подумал, что если я на этот год, вернее, если я в этом году сниму эту метражку и пройду по той схеме, по которой обычно проходят все остальные, скажем так, абитуриенты кинотавра, когда они снимают свои короткие метры, приносят в отборочную комиссию кинотавра, там Ирина Любарская принимает решение, кто входит в лонглист, да, из этого потом формуется шорстлист. Я попытался сделать, ну, собственно, абсолютно простой, логичный... То есть ты метил сразу в кинотавру, чтобы... Да, 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 я понимал, что существует конкурс, там нет ограничений профессионального образования. Я понимал, что есть приоритеты на тот момент пока еще, или, по крайней мере, такие негласные приоритеты, что если человек получил за пять лет профессию, как случай было... Это без иронии абсолютно, как сказать, лучше, наверное, эту фразу не говорить. Ну, короче говоря, мы все знаем Игоря Хомского, который недавно погиб. Вот, собственно говоря, и он и был в тот год основным фаворитом со своей короткометражкой, которую он называл «Сочная ставка». Собственно говоря, он снимал ее с оператором Иваном Брлаком, который со мной потом делал первую дебютную работу «Жить». И Игорь Хомский был в этот момент действительно звездой. Он был человеком, который получил невероятную, как сказать, оценку такую положительную всех профессионалов и во ВГИКе, да, и его, собственно, прочили и по всем фестивалям, в том числе, на первых... в первых рядах. Опять же, для понимания обстановки на Кинотавре главой жюри был Алексей Герман-младший. Я действительно попал в шорт-лист абсолютно, ну, как сказать, по логической схеме. Принес диск, этот фильм посмотрели, приняли решение, что я могу участвовать в конкурсе. И дальше произошло то, что произошло. Человек, который уже заканчивал предыдущий, по-моему, курс Абдраши, я могу тоже опять ошибаться. Уже Абдраши, то, по-моему, в Хомске учился, если я не ошибаюсь. Могу тоже ошибаться. Ну, короче, человек, который уже заканчивал в ГИК, да, и человек, который в ГИК решил не поступать, а потратить, как сказать, деньги на то, чтобы снять короткометражку. А, ну, и, собственно говоря, я для себя тогда понимал, что если у меня короткометражка не выстрелит, то я на следующий год абсолютно, ну, как сказать, спокойно, последовательно, с повинной головой пойду снова поступать на режиссерский факультет, понимая, что как-то через голову прыгнуть нельзя. Но оказалось, что можно. Может быть, это везение, и, скорее всего, это везение, но Герман младший принял решение, что короткометражка начальник получает первую премию, а очная ставка получает вторую. И вот это, ну, как сказать, вот это такая почти, ну, скажем так, чудесная, или как это правильно сказать, магическая ситуация, не знаю, как ее правильно объяснить, но вот она дала мне понять, что можно продолжать дальше собственную самостоятельную там режиссерскую деятельность, не получая официального образования. Собственно говоря, от чего мы не наблюдаем у большинства режиссеров новой волны, там, 2000-х годов. Сейчас пересчитать их не будем, мы его всех прекрасно знаем. А что получается? И вот, собственно, когда я получил эту первую премию, тогда и началась, собственно, моя карьера. Давай быстро по датам дальше пойдем. Это, на самом деле, википедийный ликбез, да, он, на самом деле, я думаю, что вряд ли кому-то нужен, просто, если мы говорим про начало, то начало бы таковым, да, был риск, риск был оправдан, наверное, какой-то степень уверенности в себе, но в то же время везением. Ну, ты сейчас просто уже немножко другой аурой оброс, поэтому мне важно и было интересно понять твое отношение к событиям десятилетней давности, как ты их сейчас оцениваешь. И я так понял, что для тебя это был, конечно, вызов, который мог закончиться... Он мог закончиться обыкновенной вещью, то есть я мог просто не попасть никуда и ни во что, и дальше была бы еще там, как сказать, длительная проверка на выносливость, хочу ли я действительно заниматься этой профессией, готов ли я пройти поступательно, как сказать, обучение, готов ли я, ну, как сказать, выдержать те или иные испытания, лишения на пути получения образования, да, или получения уверенности в себе, как в режиссере, и так далее. Но просто, видимо, какая-то, не знаю, высшая сила или еще что-то, приняло решение, что мне этот длительный период проходить не нужно, потому что до этого уже был некий длинный период. Давай немножко про тему поговорим. Вот в первом фильме главный герой сотрудник ФСБ. Да. Это какой-то был осознанный выбор, почему ты выбрал такого героя, и тем более сам его сыграл. Как это вообще... Не, ну, сыграть своего героя это очень просто, для того, чтобы просто сэкономить ресурсы, да, и на самом деле в этой картине я стоял совершенно на других артистов, и я понимал, что мне нужно исполнить достаточно... У меня было три раза в жизни, когда я снимал сам у себя, и каждый раз я исполнял, в общем, роли достаточно сухих, рамочных персонажей, которые не выходят за, ну, как сказать, за пределы чего-то невероятного, да, это не роль Хоакина Феникса в Джокере, да, то есть это не когда человек придумывает такой невероятный, как сказать, выпуклый образ с таким количеством деталей и нюансов, которые действительно являются актерской игрой в полной мере. То, что я исполнял о своих картинах, это, скажем так, статичные, формальные персонажи, которые держат, скажем так, общую сюжетную мизансцену. Я просто должен был сделать это максимально достоверно, да, не выпячивая себя. И вот как бы и в первом, и в третий раз это необходимость, поэтому с этим я для себя эту тему достаточно давно закрыл. Это не моя профильная профессия, это не мое желание как сказать, участвовать в этом. А что касается самого сюжета, мне показалось, что это очень емкая, ну, как сказать, очень емкая метафора обстоятельств отношения людей, скажем так, я не хочу говорить беспомощных или обездольных, но это та тема, которую я держал потом через достаточно большое количество работы, получившихся и не получившихся, это отношение человека и власти. То есть власти в широком смысле. Человек, который имеет силу над теми людьми, которые эту силу над этим человеком не имеют. И мне показалось, что это достаточно емкая метафора, в которой с одной стороны любого человека можно поставить в очень затруднительное положение, но в итоге вот эта иерархия, она сработает все равно против тех, кто не имеет силы большей, чем тот, кто ее имеет. Вот и все. Это тема, которая формулируется, наверное, еще проще следующим образом. У нас парадигма жизни сейчас, как мне кажется, власть владеет человеком. сейчас на данном этапе со всеми минусами, плюсами, со всеми условностями, со всеми даже конформистскими, может быть, даже какими-то очень обтекаемыми, какими-то очень удобными условностями. Но все-таки эта парадигма достаточно четко выражается. Власть владеет человеком. Она его ограничивает, она его сдерживает, она его контролирует. И в этом смысле, если мы перейдем когда-нибудь ментально в другую парадигму, когда уже человек не владеет властью, а по крайней мере с ней на равных, или по крайней мере формирует, управляет ею в своих собственных интересах, или они друг к другу хотя бы прислушиваются или присматриваются, это будет очень серьезная перемена. Это, как сказать, вещь, которая меня всегда заботила. И, наверное, тогда, когда этот сюжет во мне возник, и сформировалась эта тема, и, наверное, отчасти поэтому это на кинотаврии выстрелило, при том, что картина была явно несовершенная по всем, как сказать, техническим, профессиональным параметрам и так далее. 2010 год, получается год прошел, ты снял свой полный метр. Расскажи, пожалуйста, как это случилось? То есть к тебе на кинотавре подошел продюсер и предложил снимать кино или был другой путь? Ну, подошел продюсер в сланцах и сказал, иди снимать кино, это такая тоже странная штука. Нет, есть еще распоступательная схема, да, ты объявляешь себя в числе прочих, тебя отмечают, соответственно, как сказать, у продюсеров есть всегда поиск обновления, да, профессиональные силы, и назначаются какие-то встречи, на которых выясняется, способен ли ты идти дальше, нужно ли тебе это, или нужно ли это тому, кто с тобой общается. Поэтому это не было, как сказать, предложение от какого-то продюсера. Это была, ну, как сказать, общая такая, как это называется, повестка тогда, кто победил, условно говоря, в конкурсе кинотавра. Вот этот человек, понятно, хорошо, давайте с ним пообщаемся, что у него есть, чего у него нет, готов ли он что-то предложить. Я думаю, что все, ну, как сказать, всегда есть элемент везения, но все схемы, по своей сути, как сказать, все социальные лифты, по своей сути, они очень логичны и просты. В конце концов, они для того и существуют, такими простыми, чтобы люди не боялись просто что-то делать. Нужна инициатива, больше ничего. Ну, как и сюжеты твоих фильмов, я понимаю. Мне просто важно понять конкретику, потому что схемы одинаковые, но путь все равно отличается через контекст, через какие-то обстоятельства твоей жизни и через то, как ты их преодолел. Потому что путь от Джеку, Воробья, к лекарсеру, который прикроет в ветерний орган, нам дает интервью и все остальное, это все-таки он не работает. Ну, мы будем меняться с тобой, видимо, да? Ты будешь говорить громче просто? Нет, я просто возьму тебя. Хорошо. Так вот, путь, как ты сам сказал, человека, который был Джеком Воробьем до режиссера, которого зовут на мастер-классы, который приходит в вечерний ургант, который дает интервью Дудю и фильмы, у которого смотрят в том числе и на Ютубе миллионы пользователей, это все-таки неординарная история и как бы тебе ни казалось, что она максимально логичная, то количество ситуаций, когда ты противоречил сам себе, уходил из кино и так далее, могло привести к тому, что ты бы не дошел до сегодняшнего момента ну, как бы человеком, снимающим кино. Поэтому я и задаю тебе вопросы по части прошлого, потому что каждый, как бы, следующий шаг в твоей жизни не всегда был логичен, как мне кажется. И для меня, как бы, вопрос, почему уходя с площадки на съемках сериала и говорят, что я не буду дальше это снимать, через там год ты выпускаешь фильм, который в итоге адаптирует Netflix. Ну, то есть, это довольно, мне кажется, ну, как, подожди, а, HBO, прости, да, но, тем не менее, то есть, момент, когда ты снимал короткометражку и был Джеком Воробьем и момент адаптации на HBO, это, там, 3-4 года разницы, но это совершенно два разных человека, как мне кажется, и я хочу увидеть эту трансформацию, я думаю, тебе должно быть это понятно. Иллюзия заключается в том, что ты считаешь, что трансформация есть, а я говорю про поступательности как о нечто неизбежном, потому что все равно на ком-то однажды концентрируется сила внимания, вот и все, пространство. В конце концов, это тоже меняется, понимаешь, сегодня был я, завтра будешь ты, послезавтра Балагов, послезавтра еще кто-нибудь, вернее, параллельно с этим будет еще 4-5 человек. Есть просто момент концентрации, история кого-то выбирает с теми показателями, с теми отрицательными или положительными качествами, но история кого-то выбирает и вытаскивает. В конце концов, она его вытаскивает и также убирает, как сказать, неожиданно. Понимаешь, если... Раз-два. Раз-раз. Если мы будем относиться к этому как к чему-то такому неэкстраординарному, тогда мы упустим действительно логические детали. А логические детали заключаются в том, что у человека есть замысел, если замысел отвечает контексту времени, если его темперамент отвечает контексту времени, человек получает возможность высказаться, привлечь внимание других людей, вовлечь в дискуссию аудиторию, да, и сконцентрировать эту энергию. Все равно это кто-то сделает. Но это был ты. Другое дело, что вот как раз-таки важнее вопрос, когда ты теряешь эту энергию, когда ты теряешь эту позицию, когда ты теряешь эту силу. Но к этому мы еще дойдем. Да, к этому мы еще дойдем. И вот здесь бывают очень-очень неожиданные вещи, когда ты сам не понимаешь, что ты уже потерял. Понимаешь? А в этом смысле, да, ну действительно, как сказать, да, если мы начнем отматывать назад, мы можем провести как бы длинную логическую причину следственную связь, почему мальчик из Новомичуринска, который ходил по полям с тетрадкой, вдруг стал, как сказать, да, человеком, который адаптирует. Но это все слова. На самом деле все в конце концов нужно пропускать через призму, ну, если уж мы так всерьез будем говорить, да, я сейчас могу выпендриться и сказать. Можем пошутить. Да, а что было до большого взрыва, например, да, потому что вселенная тоже из ничего. Здесь нет ничего экстраординарного. Мне кажется, здесь еще раз говорю, надо увидеть логическую причину следственную связь. Когда, давайте, точка ноль, да, точка старта, это когда вот условно говоря, там, мы с Рустамом и Софиром садимся напротив и думаем, чем же будем мы все-таки заниматься, помимо деятельности, там, аниматорской, да, мы задаем себе этот вопрос, и мы начинаем его постепенно отвечать, постепенно. Мы понимаем, что мы хотим все-таки высказываться, там, мы хотим какого-то творчества, или, по крайней мере, хотим какого-то самовыражения. И дальше это уже, как сказать, природа сама, окружающее пространство само подсказывает тебе, что тебе нужно делать. Потом включается вопрос, везение или невезение. Тоже очень важный момент, потому что ты можешь быть потенциальным персонажем для окружающей среды, он может тебе не выбрать, а случайно выбрать другого, который с не меньшим потенциалом, а может быть с большим, или другим потенциалом. Вот здесь момент выбора, он мне до конца не ясен. В конце концов складывается так, как складывается, история не терпится слагать, но и слава богу, что мы не знаем всех деталей. Но мне кажется, что последовательность, четкость и логичность выбора окружающей среды по поводу конкретного человека и того, что с ним делать и как его развивать, в этом всегда есть логика. Поэтому, если понятно что-то из того, что я говорю, я хочу донести мысль, что нужно просто взять, сделать то, что должно, и будет, что будет. Вот и все. А вот, кстати, а вот когда ты вдруг начинаешь мудрить, придумывать, искусничать, вот здесь какой-то момент природа может тебе сказать, я умнее, чем ты, я круче, чем ты, я масштабнее, чем ты, а ты со мной заигрываешь, ты пытаешься меня обхитрить, и она тебя сбрасывает. Отдаваться собственному внутреннему голосу, вообще отдаваться, слово хорошее, но так вот отдаваться собственному внутреннему голосу или положению вещей не всегда плохо, а может быть даже почти всегда хорошо. Есть некое ощущение того, что ты должен двигаться в определенном направлении, есть так называемый внутренний голос, все там называют зов сердца или что угодно, или просто подсознание. Если ты четко внутри понимаешь, что ты идешь по правильной дороге, у тебя все складывается достаточно просто, логично и может быть даже, ну как сказать, ты не разбираешь деталей того, как это сложилось, но ты понимаешь, что курс, он объективно, вот со стороны, он поступательный и прямой. Вот. И чуда не было. Было накопленный жизненный опыт, который хотелось выложить в творческую, художественную форму. Были попытки неудачные, потом сложилась попытка удачная и дальше, как сказать, переходя там условно говоря, дебютом и последующим картинам, просто были пробы. Что касается ушел, не ушел, а потом сняли, не сняли, ты пойми, все-таки не надо тоже, мне кажется, из людей, которые, я не буду говорить продюсеров, это много, это много ранговое понятие, но из тех людей, которые дают возможность снимать кино, там нету ни провидцев, ни пророков, там люди тоже сомневающиеся в себе. И они прекрасно понимают, что если мы возьмем историю кино, вот точки А, точку Б, то мы найдем такое количество безумных, неуправляемых, неподконтрольных людей, которые создали целые миры и дали вообще-то нам то, что, ну вот, хотя бы начиная вот с этого. Они это тоже понимают. Поэтому, когда ты ведешь себя как-то неадекватно или нестандартно, это не всегда повод для того, чтобы поставить на человеке крест. В конце концов... Я про это и говорю, что это приводило тебя к следующим событиям. Я тебе больше скажу, если бы я был больше рок-н-ролльщиком, то, может быть, ко мне с большим уважением относились, те же самые люди, про которых мы говорили. Понимаешь? Потому что я видел людей, которые кидают пальцы вверх так, и ведут себя так. То есть можно еще пожестить, да? Ну, вообще-то художник, он, вы понимаете, это как в тюрьме, как себя поставишь. Художник, чем он наглее, ну, я действительно так считаю, да, это классический вариант Моррисона, чем он наглее, чем он, ну, как сказать, здесь делаю только в одном, только один критерий определяет художник. Он может вести себя как угодно, может быть абсолютно замкнутым, зашуганным интровертом, может быть абсолютно, я не знаю, как КП, например, или абсолютно на разрыв каким-то весельчаком, я не знаю, как что. Но дело, по крайней мере, ранней. Но дело всего лишь в одном критерии. Если ты за этим несешь какую-то искренность, с тобой не могут не считаться. Потому что те, кто обеспечивают тебе возможность высказаться, это обеспечители. И они это прекрасно понимают. Умные люди это понимают. Импресарио не стоит выше художника. Импресарио обеспечивает атмосферу, в которую художник вырастает. Импресарио обязан учитывать все сложности и несовершенство художника, потому что художника придумал не сам художник. Художника придумал, не знаю, там, космос, вселенная, бог. И вот таким придумали. И если пытаться его упаковать так, как удобно импресарио, то получится просто упаковка. И если человек умный, я имею в виду продюсер или импресарь, как угодно называю, инвестор, он понимает, что с художником нужно поступать только согласно одному критерию. Не ломать его искренность, не ломать его натуру, его природу. А те, кто пытаются упаковать это, и в конце концов ломают эту природу, совершают огромное преступление. Если они этого не понимают, то они глупые импресарио. Но забегая вперед, тебе самому в какой-то момент пришлось стать импресарио, стать продюсером своих фильмов. И для тебя это был важный выбор. Это не было выбора, это была неизбежность. Серьезно, я просто в какой-то момент понял, что мною как бы всерьез заниматься никто не хочет, кроме меня самого. Ну то есть как бы нету, пойми, все-таки я говорю сейчас какие-то возвышенные вещи, но так или иначе, то, о чем мы там сейчас говорили, да, что такое художник так или иначе в конечном счете, это дивиденды для тех, кто им занимается. Это либо имиджевые дивиденды, там призы, статус и так далее, либо цифровые дивиденды, сборы, рейтинги и так далее. И так или иначе, если мы возьмем любого художника от Пушкина, я не знаю, там до, чертеза, до Уорхола в конце концов, да, это всегда яркая фигура, которая приносит тем, кто этим человеком занимается, какие-то дивиденды. А когда ты не приносишь очевидных дивидендов, в чем, собственно, сложность моей карьеры, моей фигуры, как таковой, да, в медианом пространстве, есть какая-то аура, атмосфера вокруг меня, но она не формулируется никак четко. Призов нет, сборов нет, вот этот недавний трейлер вот этот, честный или как-то, где мои сборы Юра. Это же абсолютно правильный мэн. Он честный и он на самом деле абсолютно правильный. А что ты, как бы, что ты можешь предъявить? Некую популярность в интернете, как она квантизируется, как она, как сказать, эквалируется, во что ее, ну, как сказать, чем ее облечь, как ее показать? Где, как это называется, конвертируемость, собственно говоря, твоего труда? В чем она? Просто в том, что тебя знает большое количество людей, но Панина тоже знает большое количество людей. К сожалению или к счастью, мы живем в мире отцифрованно, особенно сейчас. И продюсер, и импресарь, и инвестор, кто угодно, он спрашивает, где твои или мои дивиденды? В чем они? Потому что пока, на самом деле, мне кажется, что у тех, кто мной занимался, больших дивидендов нет. От меня, по крайней мере. Ну, вот смотри, опять же, возвращаясь к некому таймлайну, по которому мы идем, я думаю, все-таки это имеет смысл, потому что на конкретных примерах проще. А в 2010 году ты сделал фильм «Жить», в котором не было ФСБшников и майоров. Это был вестерн, в котором все события довольно абстрактные. И вот, и у меня, я просто пересматривал недавно, вот, и у меня возникло такое ощущение, что там как бы заложены все те же самые темы, просто они нанизаны на совершенно другой жанр. И когда ты сделал похожие вещи, но приблизив их максимально к социальному контексту, я имею в виду дурака и майора, это гораздо больше выстрелило и гораздо больше привело к тебе аудиторию. В принципе, это похоже на историю, я имею в виду по сюжету, на историю начальника. То есть в «Майоре», как мне кажется, ты попытался пойти в другую сторону, и насколько я помню историю этого фильма, он был недостаточно обсуждаемым и успешным относительно дурака и майора. Вот как тебе кажется все-таки этот путь художника, который идет в сторону социальных тем, который затрагивает вопросы ЖКХ, ФСБ и всего остального. Насколько это тебе близко? Или это было как бы твоей попыткой найти свою аудиторию? Мне кажется, что вообще ошибка картины «Жить», если вообще можно это называть ошибкой, мы называем полученные те же самые дивиденды, то есть картина не выстреливает, заключается в том, что абстрактная притча, не несущая себе социального высказывания, именно на территории Российской Федерации, да, во внутреннем рынке, она обречена на, ну, как сказать, такой вялый интерес со стороны, как сказать, тех, кто просто включает кнопку «в клуб». Да, ну вот ты увидел картинку, вот ты увидел персонажа, они могут быть тебе симпатичны, но если ты не потребляешь оттуда высказывания, откровения и так далее, да, то это для тебя проходной продукт. Тогда это не значит, что проходной продукт может быть плохим. Марвел тоже проходной продукт, там нет высказывания, прям такого уж откровения, но это зрелищно. Но ты в этом согласен со Скорсезе, я так понял. Нет, я, кстати, по-разному отношусь, ну, по крайней мере, можно идентифицировать претензию на высказывания в отдельных там комиксах, допустим, тот же самый Джокер или там Хранители были там, претензию, как она получилась, или, не знаю, там, «Темный рыцарь», это же претензия на высказывания, появление Леджера это же не само по себе явление, его философия, его отношение к жизни, вот что было интересно в этой картине. Ну, претензии можно как бы по-разному относиться, но она либо есть, либо нет. Так вот, в российском внутреннем, скажем, я бы называю это рынок, но это плохое слово, вот внутренняя российская аудитория, она, как сказать, ценит фильм, начиная с времен брата, это уже было доказано тысячу раз, и самим братом в том числе, либо есть большое высказывание, либо его нет. Если его нет, давай зрелищность, давай развлекуху, давай аттракцион. Вот, для чего я смотрю фильм? Для того, чтобы скучно поковыряться в носу? Либо я должен испытать прозрение, либо я должен испытать удивление, в конце концов. Поэтому отчасти майор и дурак, они были с претензией на некое высказывание. Получившееся, не получившееся, так или иначе. На высказывание в контексте реальной... В социальном контексте. Да, в социальном контексте. А абстрактное, условно говоря, вот чем похоже там, допустим, сторож и жить. Абстрактное... Я к этому и вел, на самом деле. Да, да, ну, видишь, я с языка, что называется. Абстрактное, не относящееся к этому времени, да, высказывание, оно, к сожалению, обречено на, ты говоришь, на вялое смотрение, так сказать, да, это тебя не будет... Потому что мы живем в эпоху, накопившись, огромного количества накопившейся энергии, ну, как сказать, как пел Виктор Робертович, перемен требует наши сердца. Их не происходит, и люди пытаются найти это в контенте, я не знаю, там, в литературе. Сейчас хотел сказать в живописи, ну, конечно, ага. Если кто-нибудь вообще ходил на выставки. Ну, в большом массе, да. Но в основном это кино, конечно. Вот кино. Недаром любая нормальная, или популярная, или, как сказать, берущая внимание литература вдруг перерастает в кино. Допустим, да, так же, как вот с этой писательницей татарской, прошу прощения, не помню имя, которая сейчас популярна стала. Кизель Ящева? Да, да, да. Вот вся большая такая актуальная литература, она или потенциально перерастет в кино, или перерастает. Потому что кино – это сосредоточение внимания большого количества людей. Даже авторское, даже артхаусное, которое, казалось бы, смотрит полтора человека, вроде как, на самом деле это предмет смотрения большого количества людей. Потому что кино сейчас – это квинтэссенция всех искусств для того, чтобы донести высказывания до большой массовой аудитории, чтобы, как сказать, заранить это семья, там, не знаю, сомнения или, например, там, размышления или дискуссии. И вот если ты этого высказывания не даешь, четкого, внятного, ассоциированного с современным, почему текст так выстрелил, почему такие большие сборы, почему практически зрительские уже сборы, хотя вроде бы, как сказать, картина достаточно мрачная, да, как сказать, социальная и так далее. Потому что, не будем перечислять все эти параметры, да, потому что Голунов, потому что протесты и так далее и тому подобное. Если ты бьешь в это, впрямую, если ты кричишь из окна «Идите!» и стреляешь, да, это сразу будоражит, это берет тебя. В конце концов, это может быть даже лобовой прием взять, да, но если сейчас кто-нибудь снимет последнее танго в Париже про женщину и мужчину в Биберево, возможно, это не, ну, как сказать, не обналичится вот такими рейтингами, сборами или такой дискуссией. Потому что это будет частная история. Опять же, частная история может быть большой, глобальной, если это накопившаяся болевая точка в обществе. Например, все-таки жить, я не знаю, там, мужчинам с мужчинами или не жить. Жить женщинам там с женщинами или с теми же самыми мужчинами, опять же, или не жить. Если это точка сосредоточения внимания всего общества, это может быть и частная история, но она будет глобальная по своей сути, по отношению к аудитории. А когда ты снимаешь про мужика и про бандита, которые думают, есть бог или нет, ну, про это думали обезьяны, про это думали космонавты, про это думали фараоны, кто угодно. Это было давно, это уже давно поставленный вопрос. Он уже тысячу раз отрефлексированный, он настолько абстрактный и общий, что он не интересует с такой остротой. Вот ты снимал это кино, потому что тебя этот вопрос волновал. Меня этот вопрос волновал. На тот момент. На тот момент, мне казалось, это будет, понимаешь, ну, как сказать, если бы молодость знала, если бы старость могла. Я подумал, вообще-то, понимаешь, это классный показатель для самообличения. Как можно было всерьез думать о том, что два мужика, бегающие с одним ружьем по полю, периодически стреляющие мимо, вот, и душащие собаку. Ну, это многоговорящие, при том, что еще им нужно себя тихо вести, да, это будет какой-то... Вот не знаю, мне казалось, мне кажется сейчас, что жить, как ни странно, кто-то написал недавно, кино по уровню серьезности и взрослости человека, который это делает, оно даже начальнику уступает. Но это было сделано осознанно, потому что мне казалось, что если это будет жанровое кино, это будет вестерн, то можно воткнуть и философию, и перестрелки. И, в конце концов, я еще и не умел это делать, по-большому еще. Что такое вестерн? Вестерн серьезнейший, как сказать, жанр, который в принципе устарел, но его еще и нужно уметь делать. Понимаешь, если сейчас взять там за пригрышную долларов переснять, ну кто их будет смотреть? Была же даже попытка переснять великолепную «Семерку» с Дензилла в Вашингтоне, ну прошла картина так. Был неплохой фильм «Поезд на юму». Опять же, кстати, с общечеловеческой философией, с двумя неплохими артистами, с Кристианом Былом, по-моему, еще с одним. А, и с этим, который в «Гладиаторе» играл, с Раслом Кроу. Хороший вестерн, классический, американский, круто снятый. Прошел в прокате, как прошли все остальные 120 тысяч незамеченных фильмов. Почему? Потому что время требует контекстуальности, время требует того, чтобы вопрос бил в голову, в самое сердце. Но в следующих своих фильмах ты тоже использовал жанры, ты сам об этом говорил, что завод – это боевик и так далее. Вот этот конструктор фильма «Быкова», который соединяет жанровую структуру и философские рассуждения о русской жизни, ты это когда сформулировал и придумал? Просто ты об этом говорил? Придумал я это недавно, когда сидел на какой-то передаче. Ты сам себе объяснил. Ну, надо было вывернуться, да, и я придумал это. Но по большому счету это действительно так, потому что, видимо, не очень большая насмотренность, вернее, очень большая насмотренность одним просто кластером фильмов, она меня обрекла на то, что я в некотором смысле не развивался. То есть я когда получил возможность к этому моменту, я не был, скажем, вообще абсолютно не насмотренным человеком, но я не был большим поклонником, ну, скажем так, сложного кино, кино, которое называют артхаусным и так далее, да, как известно, я поклонник кино 70-х, в том числе и советского, и глибутского. Так вот, к тому моменту мне казалось, что совмещение жанра и совмещение высказываний – это очень простой, четкий, как сказать, способ привлечь внимание широкой аудитории. И раз за разом не получалось. Не получалось и не получалось. А время еще тогда изменилось, к сожалению, или к счастью. – Тогда это когда? – Еще тогда, когда я пытался это делать, с «Картины жить». Уже работы, которые… Та же самая картина «Жить» Сигарева, например, она же гораздо сильнее, но уже сильнее, это совершенно другого уровня картины. И уже тогда, помимо, как сказать, синефильской какой-то там публики, да, какой-то очень увлеченной публики, к этому уже проявлял интерес и обыкновенный публик, по крайней мере, в интернете, люди стали умнее, информации больше, социальных сетей больше, скорости распространения информации гораздо больше. Люди… Мне-то, ну, как сказать, как человеку, крайне, как сказать, архаичному периферийному казалось, что, как сказать, можно использовать те коды, которые используются в 70-х, 80-х. А люди эти коды уже считывают с трудом. И поэтому все, что выстрелило в «Майоре» в дураке, это всего лишь социальный контекст, а не приемы. Правда, надо сказать, что в «Майоре» было 2-3 неплохих сцены, чисто, как сказать, с точки зрения кинематографии. Но, опять же, это были… Это не новые приемы, да, там, условно говоря, длинный кадр – это вообще далеко, как сказать, не мною придумано, да, и в этом смысле даже есть гораздо более лучшие примеры. Но, что касается всех этих работ, если что-то и выстреливало, то, опять же, это касалось именно, ну, вот, времени, да. Хотя бы в такой форме бог с ним, ну, а если делать в серьезной, с новым еще киноязыком и так далее, этому есть совершенно другие примеры, особенно на Западе, это работает еще круче. Ну, вот про социальный контекст. Как я понимаю, ты начинал снимать сериал «Станица», который был посвящен банде Цапков. То есть это максимально приближенное к современным… Нет, то, что получилось, мне кажется, это посвящено банде Цапков. Вот, а мы пытались, как бы, по крайней мере, на уровне сценария «Маскаленко» пытался, как сказать, гораздо более глобально. Но именно там ты ушел с площадки, правильно я понимаю? Ну, я ушел с площадки не потому, что я, как сказать, вдруг, где там написано в Википедии, я не хотел снимать халтуру, я просто был не готов, вот и все. Что это значит? Я был не готов просто физически делать 8 минут в день качественно, я не готов был убрать свою собственную рефлексию, потому что что делает человек, который снимает 8 минут в день? Это еще те незапамятные времена, это сейчас большие режиссеры, и то большие режиссеры, у которых уже есть «А», «Имя», они говорят, я снимаю 5 минут в день, если кто понимает, о чем мы говорим. А, ну, наверное, понимают, потому что мы все-таки, да, в киношколе находимся, а раньше, вот, вернее, когда я снимал сериал, там, «Инкассадры», ну, те же самые, да, ну, или «Станицы», это были выработка 8, 9, 10, 12, 15, 16 минут в день, если это разговорная сцена. И там работа, она заключалась в совершенно других вещах. Это мезансценирование и дипломатические отношения с площадкой, с продюсером. Больше ничего. Когда я на клемане «Куяльник», я сейчас «К» произношу, подошел к артисту, который должен был произносить слова, не буду называть его фамилию, я до сих пор ее помню, он взял вот такую вот кипу листов и сказал, Юра, отойди от меня, пожалуйста, ты очень долго и красиво рассказываешь, как нужно играть персонажа, но мне просто надо успеть это за день в камеру сказать. И я понял, что я просто не нужен, мне нужно было взять себя в руки и дойти до конца, то есть принять этот мир таким, какой он есть, быть взрослым человеком. А я был романтиком и психотиком по большому счету. И решил, что самым лучшим решением это взять демонстративную сумку, подняться вверх от лимана «Куяльника» в гору, сесть в маршрутку, уехать в Киев, пересесть на поезд и уехать в Москву. И написать огромное письмо о том, что вы губите российское искусство, с которым они пришли в суд и сказали, вот видите, он не болел, справки у него нет, он написал письмо, что вы губите. А значит, он признает, что он ушел самовольно, поэтому штраф 2,5 миллиона. Ты заплатил? Конечно, по суду. У тебя изменилось отношение к профессии? Очень сильно. Я стал бояться любых санкций, любых пунктов, касающихся. Для меня вообще до сих пор непонятно, что такое не посмотреть контракт во всех его множестве пунктов, потому что понятное дело, что у нормальных режиссеров складываются личные отношения с продюсерами. И никто, даже если ты серьезно, если ты напился, развелся с женой, проспал 14 смен, никто тебя не будет там в суд тащить, потому что с тобой еще дальше 200 лет работать. Работать-то по большому счету с теми, кто уже проверен. И вот судебное разбирательство, это вообще редкий случай, особенно в среде между продюсерами и режиссерами, когда они между собой уже договорились и несколько раз работать. А я в этом смысле боюсь любого договора и всегда проверяю, потому что у меня такой опыт есть, потому что на меня можно. Потому что они, подписываясь со мной, тоже знают, что Юра однажды взял и ушел. Значит, на него нельзя положиться. Он не останется в любом случае. Есть возможность, что в какой-то момент взбрыгнет, ему что-то не понравится. И с ним придется разбираться по-другому. То есть проблема там была не в сценарии, а именно в... Проблема была в том, что нужно... Это знаешь, как назвался грузин, полезая в кузов. Если ты работаешь, если ты ввязался в эту игру, несправедливую, несовершенную, во многом, ну, как сказать, ну, скажем так, аккуратно, не относящуюся к совершенству жизни, но ты и живешь несовершенную жизнь. Вообще Чехов однажды сказал, невозможно прожить недурацкую жизнь. Надо принимать какие-то вещи или не принимать. Это же тоже твой выбор. Ты можешь развернуться и уйти с сумкой. Ради бога. Пожалуйста. Если платить 2,5 миллиона. Ну, не только 2,5. Потом же есть еще и карьерные дивиденды, когда, например, с твоим проектом приходят на фонд кино или куда-нибудь в Минкульт, а люди абсолютно основательно говорят, а как вы собираетесь с ним работать? Мы сейчас вам дадим государственных денег, он развернет, все уйдет. И что вы будете делать? Это впоследствии гораздо большего масштаба. Это называется... Это сыграло роль на твоей карьере? Конечно, безусловно. Станица – это все последующие компромиссы профессиональные, это прямое продолжение того поступка на Станице. Потому что дальше у меня появилась фобия, что мне все время нужно доказывать, что я имею право оставаться в индустрии как профессионал. Что мне можно доверять, что со мной можно работать. То есть я бы многие вещи, за которые я взялся, я просто бы не взялся, если бы тогда я бы не совершил этот поступок. Но мне кажется, что там в чем-то другом дело. У меня не хватило тогда опыта, уверенности в себе, чтобы в принципе не взяться за сериал. Я тогда своего потенциала не почувствовал. По большому счету, я и после «Дурака», когда была несчастная премьера в 40 человек и в 17 копий, потому что в «Оффимолл-Сити», где мы пили... В общем... Где мы пили, да? Нет, пили чай и пиво, как сказать, и отправляли этот бумажный кораблик в свободное плавание по океану. Я и тогда, в общем, ну как сказать, мне никогда не хватало уверенности в том, что когда-нибудь однажды это все, ну как сказать, вознаградится. Хотя у меня был опыт, вот если возвращаться к начальнику, того, что усилие вознаграждается, вера вознаграждается, да? Уверенность в себе вознаграждается. Мне, к сожалению, всегда казалось, что со мной еще раз этого чуда не произойдет. Ну, то есть, грубо говоря, от начальника до дурака не было такого события, когда ты мог бы почувствовать, что все твои усилия не тщетны. Понимаешь? Это четыре года прошло. Какое-то время я был уверен в том, что, как сказать, авторское кино вообще, в принципе, не должно приносить ничего. Это нормально, да? Там нас, как сказать, я всегда утешал себя историями советского кино с полками, когда кладут на пол, хотя уже давно не советское время и так далее. Мне всегда казалось, вернее, на тот момент времени казалось, что я действительно в каком-то смысле снимаю в условный стол, да, это смотрит небольшое количество людей, но это такой творческий поступок. Потом я стал уставать от этого, потому что оказалось, что кино может быть популярным, может собирать, даже если оно проблемное и критическое, да? Как в случае, допустим, вот с картинами, которые выходят сейчас параллельно со Сторжем, например. Они же собирают большие деньги. Ну, так вот. Я постепенно стал понимать, что дело не... Ну, еще раз говорю, дивиденды могут быть разного порядка. Может быть, кино, которое и сейчас будет не понято, а будет понято через тысячу лет. Ну, такие фильмы обычно видно, да? Они действительно настолько сложные, как, допустим, «Арканарская резня», да? Того же самого Герман Старшева, который сейчас, может быть, невоспринимаемый, а потом станет просто... Ну, трудно быть богом, ты имеешь в виду. Да, я имею в виду, да, трудно быть богом. Но такие фильмы очень просто идентифицируются по своей собственной сложности, по бэкграунду, там, кстати, по приемам и так далее. А я стал постепенно задумываться над тем, что то, что я делаю, оно как бы не приносит каких-то там больших там фестивальных дивидендов, в то же время не приносит сборов. Иначе есть какая-то проблема. Нету таргетирования, если говорят продюсеры. Нету понимания того, куда, в какой слот это вставляют. А оставаться просто народным, это какая-то странная пошлость, понимаешь? Что такое народный? Это то есть тот человек, который что-то снял, и это, в принципе, эвалируется, как будто он стал близок к Васе или к Ване, который может подойти, его потрепать за плечо, сказать, ну ты, мужик, это... Это не показатель, ни искусства, ни творческого не высказывания, ничего. Это показатель просто привлекательности личности. Во многом, кстати говоря, я до сих пор думаю, что во многом привлечение внимания к моим работам связано с моим собственным темпераментом, с моей собственной харизмой. Здесь, кстати, тоже, я сейчас не эфирампы пою, просто ну как бы прикольный мужик, еще что-то снимает и ведет себя как-то странно, убегает все время откуда-то, что-то кричит, удаляется, понимаешь, посыпает голову различными вещами. То есть, в совокупности, интересная медийная личность, ну, относительно медийная. И я в какой-то момент задумался, а что если вообще обезличить? Вот есть работа, вот она сделана, либо хорошо, либо плохо. Кто ее снимал, хрен его знает. Какой-то неизвестный... А зачем? А для того, чтобы не связывать... Нет, это не произошло, это были только мысли. В будущем, возможно, это будет правильно сделать, попытаться, хотя бы сделать попытки, чтобы не ассоциировалось... Ну, то есть, да, чтобы вышел фильм, было понятно, что это сделано хорошо само по себе. Кто это сделал, непонятно. Но это, опять же, я сейчас утрирую, да, и фантазирую. Но если ты будешь сниматься в этом фильме, то, мне кажется, все догадается. Это не получится, Тоня. Так, ну, вот смотри, 13-й и 14-й год, как я понимаю, были довольно удачными, да? Дурак, в смысле майор, дурак шли подряд, и оба выстрелили, то есть у каждого из них был какой-то свой зритель, свои дивиденды, как ты говоришь. Ну, какие-то дивиденды были, но опять же они... Да что ж так... Раз-раз. Кричи. Они были достаточно спорными, потому что... Понимаешь, какое дело? Я не хочу просто разбирать картины каждого в отдельности, что она получила, что она принесла. Я думаю, что это все обобщенно можно выразить фразой «они чувствовали потенциал». Понимаешь, вот когда есть сложившаяся вот веха, картина, допустим, иди и смотри. Ты можешь как угодно относиться к художнику. Кстати говоря, это одна из немногих его там, у него есть еще другая работа, Огонь называется. Но вот есть упавшее событие художественное. Оно сложилось, случилось, оно неоспоримо. А есть художники, которые что-то делают, и видно, что вот еще чуть-чуть, и будет шедевр. Понимаешь? Вот мне кажется, что ко мне все время относились к тем, что вот сейчас еще немного, и он до чего-то доползет, дотянется. Но этого не произошло. Наверное, вот поэтому что-то где-то получало, что-то даже где-то там мелькало, что-то где-то даже одобряло, где-то даже адаптировалось. Но это все равно не факт, скажу, что вот это упало, и это есть неоспоримое художественное явление. Хотя не бывает неоспоримых. Но проходит время, и время доказывает, что все-таки бывает. Потому что я, например, лично, ты сам знаешь, я достаточно скептически отношусь к фигуре, допустим, Тарковского. Мне кажется, что это пижон. Но сталкер – это неоспоримые художественные события. При том, что я сложно отношусь к фигуре художественных. Или, например, там, не знаю, мой друг Иван Лапшин – это неоспоримые явления. Или, например, там, не знаю, крестный отец, как бы там не хотел Коппола, чтобы серьезно, гораздо более серьезно относились к апокалипсису, все равно апокалипсис – это какая-то непролазная тайга, в которой надо пробираться и что-то, и кусками великие вещи, но складывается в тяжелую, не до конца сформулированную, а трепиксируется. А крестный отец – это Евгений Олегов. И в этом смысле, вот когда у художника складывается такое событие, тогда он состоялся. А у меня, кажется, все время было вот ощущение, что… То есть ты хочешь отделиться от своих произведений? Я не хочу отделяться от своих произведений. Я и так уже отделился от всего. Нет. Я хочу сказать просто, что надо расти дальше, если надо, потому что, мне кажется, все, что меня останавливало, тогда, когда я снимал свои первые три картины, скорее всего меня останавливало то, что называется неопытностью, неуверенностью в себе, потому что действительно, что там греха таить, все-таки я эту дистанцию вижу, да, от мальчика, как сказать, который играет в кружке в ДК энергетик Мичуринска, до человека, который приезжает там, допустим, в неделю критики в кадрах. И для меня не выстроилась не логическая, а эмоциональная, как сказать, последовательная связь, что я имею на это право быть тем, кто вот я есть. И из-за отсутствия внутреннего права на это, собственно говоря, я допускал все эти ошибки и вот допускал все эти реверансы в сторону непонятного массового зрителя, которые уменьшали масштабы самой картины. Мне кажется, что я в любой картине допускал какие-то, ну, еще чуть-чуть, убери это, это лишнее, выбрось это, не думай об этом. Нет, надо чуть-чуть, чтобы, а вдруг не понравится, а вдруг будет неинтересно, а вдруг будет, не знаю, там, скучно. Вот я все время, к сожалению, это вот, это такая холопская позиция внутренняя, я до конца из себя не выдавил, того самого по капле, понимаешь? К сожалению. Может быть, со временем получится. Давай, опять же, пойдем дальше. На самом деле, мне очень нравится пока разговор, не знаю, как о зрителе. Я не модерирую, если хотите, мы перейдем в зал. Но это Иван решает, он здесь главный. Вот, слушаю вас. Вы просто и говорите, как справиться с ответственностью на какой-то ситуации, на площадке, как балансировать на своем обширном материале, мы все это про вас и так знаем, чтобы... Да вот я, собственно, и говорю, что я хотел бы пригодиться, поэтому я говорю, у меня есть модератор, давайте вы будете к нему предъявлять. Я могу сказать про что угодно. Юра, как справляться с ответственностью режиссера? Расскажи, пожалуйста. Что еще раз? Как справляться с ответственностью режиссера? Как справляться с ответственностью режиссера? Очень абстрактный вопрос. Хорошо. Я передаю вопрос из зала. Но давайте поступательно все-таки. Я понимаю, я понимаю. Этот абзац писал не я. Наверное, его со мной согласовывали, но поймите меня правильно. Если мы сейчас будем предъявлять такие судебные претензии, что вот написано, а вы не выполняете, мы и будем в судебном порядке общаться. Нет, я буду, поэтому если вы обратили на это внимание, я спокойно, абсолютно, ну не спокойно, я готов вам ответить на эти вопросы. Хорошо? Итак, как справляться с ответственностью? Микрофон? Да, пожалуйста. Как мне кажется, ответственность должна определяться тем, перед кем эта ответственность. Мне бы вас еще увидеть в эту прощелку между головами. Смотрите. Ответственность действительно существует. Она является юридической и эмоционально-человеческой. Да, то, о чем я сказал. Существуют человеческие взаимоотношения между режиссерами, продюсером, импрессарием, как угодно их называете. Соответственно, когда вы вступаете в эти отношения, вы для себя принимаете решение, готовы идти на компромисс, для того, чтобы воплощать творческие амбиции, потому что чаще всего режиссер является наемной единицей. Правильно? За редким исключением, если это кино авторское, это правда исключение, потому что если соотносить с большим вот этим контентом, который делается в индустрии, в основном это все-таки разовые случаи, когда человек снимает авторское кино. Здесь он не должен никому и ничему, кроме самого себя. Потому что, как известно, если кино нравится художнику и богу, то это большое кино, а если художнику богу и уже не художника, то кино уже чуть похуже. Поэтому, если мы говорим об ответственности именно в авторском кино, конечно, это внутренний голос, это ощущение собственной, как сказать, самости. Если мы говорим про отношения с продюсером, то здесь надо определяться очень четко. И мне кажется, как раз таки, это очень часто упускается из, ну, как сказать, диапазона, кругозора работы режиссера с продюсером. Мне как раз всегда казалось, может быть, это неправильная постановка вопроса, вернее, неправильное отношение. Мне всегда казалось, что если ты нанимаешься режиссером, то в конце концов ты должен на берегу договориться о том, что ты выполняешь чьи-то, к сожалению, творческие амбиции. То есть у продюсера, и здесь не нужно, как сказать, как ты сам понимаешь правильно, да, не нужно валять дурака и не нужно, как сказать, делать вид, у продюсера существуют творческие амбиции. Однажды Константин Львович Ленск, по-моему, в каком-то ретевью сказал, что в продюсерском кино автором фильма является продюсер. Соответственно, если вы на это соглашаетесь, если вы на это идете, чтобы потом не возникало конфликтов, чтобы потом не возникало претензий ни к самому себе, ни к тому, с кем вы работаете, я думаю, что лучше на берегу договориться о том и осознать главное, что вы выполняете чьи-то творческие амбиции. Если вы на это согласны, то вам дается определенный диапазон действия, вот как мне в методе, например. Мне было сказано, что мы снимаем, условно говоря, эффектное кино про эффектных людей в драматических ситуациях. Я для себя это определил как страшную сказку, где не нарушается драматическая составляющая отношений, выводов, я не знаю, как сказать, основных мыслей. Но общий антураж – это, конечно, комикс. Я для себя это принял. Мне было достаточно трудновато, но я по этой дорожке шел, и в конце концов я это преодолел в себе и сделал ту работу, которую должен был сделать в рамках поставленной творческой задачи. Нужно ли это делать авторскому режиссеру – это совершенно другой вопрос, потому что, мне кажется, это накладывает отпечаток и на психику в том числе. Вообще, это гораздо более сложный вопрос, он больше даже февософский. Но, если я ответил на эту часть вопроса, ответственность существует. И она определяется тем, с кем вы работаете и для чего вы работаете. Нет, секундочку, а там есть в буклете? Вы же по букве закона. Хорошо. Ваня, у тебя модераторство отняли уже. А выходите к нам на сцену, пожалуйста. Тут удобный стул. Хорошо. Значит, Ну, давайте, да, хорошо. Пожалуйста. Так, дебилка в акцент. Да. Почему? Я хотела спросить про фильм «Сторож». Вообще, как было и режиссировать, и играть одновременно? То есть, как это даже было с точки зрения технической, когда, допустим, сидишь за плейбэком, ты уже выбегаешь на съемочную планшетку. Ну, то есть, как будет это все? Я, по-моему, кстати говоря, уже ответил на этот вопрос в предыдущем разговоре, потому что я сказал, что я все три раза, когда исполнял своих картинных роли, я исполнял их технически. Я сейчас не кокетничаю. У меня не было задачи создать выпуклый, сложный, как сказать, образ. У меня была задача выполнить... Я, в принципе, в «Майоре» играю то же самое, что играл в начальнике. И, в общем-то, в «Стороже» играл тоже достаточно функциональную роль. Кстати говоря, написано изначально, это было гораздо более выпукло и сложно. Но я понимал и понимаю до сих пор, что я не в состоянии отслеживать... Понимаете, когда режиссер смотрит в монитор на артиста, уровня, скажем, Пачина, например, да, или уровня, не знаю, там, Миронова, он должен им восхищаться, потому что это выходит за рамки просто статичной фигуры, которую выполняет мизансцену, да, или просто фактурно смотрит. Бывают и такие фильмы. Например, вот «Болтнев», кстати, в «Мой друг Иван Лапшин», это очень статичная фигура. Это просто фактура... Это хороший артист, но это фактура, взятая, как сказать, да, из жизни, поставленная в мизансцену. И ему ничего не нужно там... А вот Миронов уже рядом с ним, в этой же самой картине, это невероятно артистическая натура. И если всерьез играть большую, выпуклую роль, как, допустим, Леджер играет в том же самом Китлоке, или, допустим, Пачин играет в «Запахи женщины», ты никогда в жизни сам себя не отрежиссируешь. Соответственно, весь принцип моего присутствия в кадре заключается в том, что я не предъявляю к себе больших, астрономических каких-то, да, ничем не ограниченных актерских претензий. Я просто должен выполнить свою функцию сюжетную. И все. И на этом, как бы, и заканчивается, как сказать, моей претензией к себе. Там в мониторе я вижу, как сказать, что есть некое лицо, оно говорит некие слова. И еще раз говорю, это по необходимости. Я не очень сильно рад тому, что это произошло. Но это произошло. И, слава богу, это не поломало ни ту, ни другую, ни третью картину. Это просто выполнило, как сказать, определенную задачу. Поэтому на этом, мне кажется, можно просто поставить просто жирный-жирный крест. И нет объективного желания делать большие выпуклые роли в собственных фильмах. Это просто необходимость. Вот и все. Спасибо. Давайте вернемся к вопросу выбора в профессии режиссера, потому что именно так называется наша лекция. Вот. И... Ну, там вопрос. Можно периодически возвращаться к высокоголовелению. А. Ну, как мне кажется, выбор в профессии режиссера в данном случае легко проследить по твоей фильмографии. И я все же предлагаю к ней вернуться, потому что на каждом этапе твоей карьеры ты делал разный выбор. И он очень сильно влиял на все дальнейшие твои как бы фильмы, действия и прочее. Мы остановились где-то там в районе 15-го года. И было два проекта, которые шли, как я понимаю, друг за другом. Это метод и время первых, когда ты выступал в качестве наемного режиссера, и это несколько измененная роль для тебя была. У меня было четыре таких работа. Четыре. Так. А какие еще? Пять. С одной я ушел, это станицы, это инкассаторы, это метод, это время первых, это спящие. Вот. Вопрос мой звучит следующим образом. Насколько твое отношение к материалу и как бы режиссура в целом отличалось в этих проектах для тебя? Придумывал ли ты какой-то другой метод в работе над этими проектами? Или это все то же самое, что «Жить» и все предыдущие фильмы? Дело в том, что вот отвечая молодому человеку... Хрен с ним. Спасибо большое. Отвечая вот молодому человеку, который вам, да, на этот вопрос, я уже сказал, что это вопрос договоренности, это вопрос, вернее, осознания того, что ты работаешь с чужими творческими амбициями. Ты выполняешь функцию человека, инструмента. Тебя берут как инструмент для того, чтобы взять из тебя то, что нужно для проекта. Ты не являешься в сфере объемлющей, ты не являешься в сферой, да, то есть как бы не вокруг тебя крутится мир, а ты одна из планет, которая крутится вокруг центра. Собственно говоря, принимаете условия, ты уже начинаешь работать, исходя из того, что от тебя требует максимально... То есть что такое режиссура в авторском кино? Это тебе предлагают, ты выбираешь. Что такое в продюсерском? Ты предлагаешь, там выбирают. Ты сам говорил, что художник обязан высказываться. И в рамках этой модели... Художник обязан высказываться, но я не уверен, что наемная режиссура является в чистом виде художничества. Вот это мой вопрос. Ну, в чем вопрос? Я ответил, что это не является в чистом виде... То есть это не является... Это является художеством, безусловно, но отбор идет не по твоей инициативе. Тебе говорят, хорошо это или плохо. Вот если ты уверен, что ты хочешь снимать эту актрису, но ты никогда в жизни ее не утвердишь, потому что ее не хотят утвердить там, и, например, ты хочешь снимать этого актера, или ты хочешь применить такие способы, как сказать, декорирования, или ты хочешь применить такой способ съемки, а тебе говорят, так это или не так будет, то ты уже не являешься тем контролером процесса. А если ты не управляешь процессом, не управляешь этой вселенной, то у тебя нет полномочий быть, скажем так, хорошо, мягко скажем дипломатичным, центральным художником этого процесса. Вот и все. То есть ты впускаешь творческий процесс? Ты не впускаешь, ты делаешь себя составной частью процесса, в отличие от авторских кино, где ты являешься человеком, который делает остальных составной частью процесса. Как тебе на данный момент кажется? Это как прямо на хоккее. Вот он только включается, то выключается. На данный момент кажется, да, действительно. А там есть какой-то человек, который себя пап и убирает? И обратно. Раз, раз, раз. Итак, как тебе сейчас кажется, можно совмещать эти две функции режиссера-автора, который делает высказывание, и режиссера-наемного в рамках одной карьеры? Да, я понимаю. Это, правда, на самом деле прагматичный вопрос, и он действительно имеет ответ. Наверное, да. Со временем, когда ты приобретаешь вес Ридли Скотта или Стивена Спилберга, людей, которые, в принципе, изначально начинали вот в этой позиции человека, который предлагает, но ты можешь со временем начать настолько круто предлагать, что люди, которые даже с тобой до юра подписывают договор, где ты не принимаешь конечного решения, а в любом договоре режиссерства написано, что ты не принимаешь конечное решение, за редким исключением, когда режиссер действительно авторский, я не думаю, что у Звягинцев в договоре написано, что он не принимает конечных решений, да, что у него, грубо говоря, нет final card. Но в большинстве случаев работы в индустрии именно так. Но когда ты начинаешь предлагать такие решения, которые ведут за собой сборы, которые ведут за собой рейтинги и так далее, продюсеры начинают понимать, что даже если они подпишут с тобой стандартный договор и дальше, на третий, на четвертый, на двенадцатый, на двадцатый, но в какой-то момент они понимают, что твой объем понимания того, как это делать, твой объем инструментарий, твой объем, ну, скажем так, опыта, он все равно больше, глубже, шире. И в конце концов они только выиграют от того, что конечное решение принимаешь ты. Они тебе доверяют. Это вопрос как бы приобретения доверия. Но все равно, когда ты на поводке, в конце концов, тебе в какой-то момент могут сказать, как вы сказали, Бленкупу, так не будет. И он уехал в Африку. Все. И делает компьютерные игры. Поэтому мы не увидим в его исполнении, как сказать, новой части чужого. Так может быть даже с талантливым режиссером, потому что всегда наемный человек, он на поводке. В этом смысле, как бы, жизнь вообще несовершенна. Можно, как сказать, быть, в конце концов, кстати, Риттли Споттом, которому никто слова не скажет, даже если он... Хотя вот, например, когда был скандал со Спейси, он взял замечательного артиста, полностью переснял. Был вынужден. Уже не мог взять, просто сказать, не хочу или не могу. К сожалению, есть договор. Но так или иначе, со временем опыт приобретается, конечно. И этот опыт становится, вот это, как сказать, охранительной грамотой. В этом контексте ты можешь метод назвать своим фильмом? То есть, насколько это твое высказывание? Ну, ровно так, как я и сказал, что мне были поставлены творческие задачи. И, конечно, я был просто человеком, а инструментом в этом смысле. Я это говорил раньше, я это продолжал говорить, и сейчас говорю. И я думаю, что продюсеры уже перестали на меня обижаться. Давай поговорим про спящих. Я думаю, что это тема, на которой... Это тема самая любимая, давайте еще раз про спящих. Давайте. Я уже за эту неделю про нее говорил уже раз в шесть. Все понятно. Я даже был на программе в Питере, которая называется «Неспящие». И расхохотался там. Ну, хорошо, давайте так же. Но, опять же, обращаясь, мы опять уходим из плана, правильно я понимаю? Давайте еще с ним. Отличное предложение. А вы не хотите прогуляться? Вы вернетесь через 15 минут, мы как раз начнем вопросы задавать. Не надо, не надо, это уже лишнее. А, да, ладно. Ну, просто вы очень обаятельный человек. Давайте без прогулянок, давайте на конкретику. Да, конечно. Начнем с того, что... Смотрите, Юрий... Конечно, спасибо. Не отмышла? Эй, из микрофона, да? А, Юрий, смотрите. Главное, что Юрий не уходит. Главное, я понимаю, в рассуждении, я понимаю, как художник, художник был, да? Смотрите, в данной индустрии сейчас как человек, работающий на имя, и как уже заработающий имя, да? Сейчас вы как последующийся актер, вы посмотрите столько же на вас, на меня смотрят. Сейчас через 5 минут на вас будут смотреть. Да, вы посмотрите. Они говорят... Да, я согласен. Юрий, актер, режиссер, второй продюсер, второй режиссер, неважно как. Юрий, как вы отделяете с командой актеров, неважно, съемочной группы, с кем вы работаете? Или у вас есть шептуны, или все-таки вы прислушаетесь к своему сердцу, или продюсер, шептунов? Про шептунов. Во-первых, с командой не выбирают артистов. Артисты выбирают только режиссер. С командой продюсеров действительно выбираются артисты, в случае, если это действительно индустриальная коммерческая работа, и, скорее всего, принимается решение, исходя из популярности, медийности, рейтинговости артиста. Потому что, как говорил продюсер Верещагин, я страхую картину. Когда спрашивают, почему вы снимаете одного или другого, бывают вот эти смешные случаи казусные, когда даже Сергей Михайлович Сергеянов сидит в фонде кино и говорит, ну вот уже и 20-й проект с Петровым. Но люди страхуют картину. Люди понимают, что, как сказать, картина должна быть, если тем более она находится в зоне риска, соберет, не соберет. Потому что рынок российский, он достаточно стандартный. Да, он только сейчас начинает меняться. Потому что это показали, допустим, те же самые сборы Джокера, что действительно драма может собрать большое количество денег. Хотя, мне кажется, больше связано с концептом самого Джокера. Но, так или иначе, артистов выбирает в авторском кино режиссер. Потому что это основные инструменты, как сказать, донесения информации, которую он хочет сказать. А в продюсерском кино совместно, безусловно, у тебя могут прийти хорошее решение, интересное. Его могут поддержать, могут не поддержать. Просто про Шептунов, если я правильно вас понял, мне очень трудно шептать. Я, во-первых, плохо слышу. Поэтому я очень громко разговариваю. Во-вторых, это бессмысленно, потому что я могу очень четко сразу определить границы. Я в какой-то момент даже получил от одного из продюсеров такое странное нарекание. Он говорит, а почему ты сразу соглашаешься? Я говорю, а зачем мне тратить свою энергию, которую я должен тратить в качестве инструмента, условно говоря, на площадке, воплощая какие-то другие вещи. А биться за то, что я не смогу добиться, это такая странная форма неврастении, когда ты можешь довести оппонента, который имеет над тобой власть, до определенной степени сступления, он, может быть, даже с тобой согласится. Потому что этот вопрос еще договорен, не договорился, а обоюдной траты энергии. Зачем с тобой связаться, черт с тобой возьми. Но в центральных, основополагающих вещах он все равно не упустит, потому что от этого своих решений не изменит, потому что от этого зависит то, что, собственно говоря, все продюсеры называют выгодой. И человек, как это очень часто говорится, хотите свое кино, снимайте за свои деньги, потому что, в конце концов, это же от лица продюсера. Это я вкладываю там, условно, деньги, это я закладываю квартиру, это я закладываю жену, ну, в смысле, уже заговорился. Вот. И, грубо говоря, рискую я, а воплощаешься ты. В этом смысле отчасти я, как сказать, некоторое количество раз пробовал даже вступать в продюсерские, в партнерские взаимоотношения на той или иной картине, вот на том, в том числе, картине «Завод», мне не понравилось. Я вдруг понял, что это действительно большой риск, вложить какие-то свои собственные деньги. Но я потерял там достаточно много, почти 6 миллионов я потерял. Вот. И в этом смысле я впервые осознал, что такое продюсер. Другое дело, что мне все уверяют, что об этом не нужно думать. Но если ты об этом не думаешь, ты становишься заложником. Или, понимаете, какая штука? Я всерьез думаю, что большой признанный авторский художник имеет право быть иждивенцем. Не в оскорбительном смысле. Потому что то, что он делает, со временем перерастет в культурное явление, которое будет двигать пространство. Но кто является и как это определяется, это может определить только импресари. Если он готов лично, условно говоря, содержать художника на перспективу, если это его личный альтруизм, ради бога. Мне кажется, что это незапрещаемо. А если мы говорим об индустрии, то в конце концов, все-таки все как-то, мне кажется, как-то определяется каким-то более конкретным вещам. Я не знаю, ответил я на ваш вопрос. Шоптунов нету, артистов определяют. Звягинцев и Тимурбик Мамбетов. Звягинцев и Тимурбик Мамбетов? Да, да, да. Это интересное сочетание. Если вам предположено, дали возможность Голливуд снимать, что вы хочешь, да, пожалуйста, что вы сняли про Россию, фантастика. Сейчас, ну, 10 лет вперед, а не сейчас, на которой разговаривали 10 лет назад. Да, какую Россию вы видите через 10 лет? Сейчас, сейчас. Да. Сейчас, сейчас, уже. Как дела, Юра? Мне кажется, что я не имею права видеть Россию через 10 лет, потому что я не Нострадамус. Я могу только понимать, как, в принципе, развиваются события, да. И я думаю, что они вряд ли связаны с Голливудом, вот, в моем случае, по крайней мере. Голливуд на меня не выходил. А Голливуд? Я всерьез, я не иронизирую, да. Потому что у меня есть некая, как сказать, кредит-стория, которая может как-то, опять же, эквивалироваться в какие-то возможные отношения. Но меня они пока интересуют в меньшей степени, потому что я сам в себе, как в режиссере, который способен снимать большое коммерческо-успешное кино, не уверен. С точки зрения того, как я хотел бы представить Россию в Голливуде через 10 лет, я думаю, что Голливуду вообще не интересно, что будет с Россией через 10 лет, через год. Потому что у Голливуда есть свое культурно-ментальное пространство, которое называется Соединенные Штаты Америки в основном. И, возможно, отчасти Европы или Канады. Их интересует это пространство. Оно, как сказать, уже стало максимально универсальным для широкой аудитории на всех внешних рынках. И то, что мы смотрим про, условно говоря, Бэтмена, он все-таки Бэтмен живет в Нью-Йорке, а не в Москве. Поэтому что тут скажешь. Голливуд не интересует Россией ни через 10, ни через 20 лет. Не как рынок, я имею в виду, а как пространство, в котором в Голливуде не будут снимать про Россию через 10 лет. Российский Бэтмен. Это хорошо, но это что-то, да, из области, вот как раз-таки, той программы, которую мы с Рустамом делали на Ялузе. Вот, как мне кажется. Если я ответил на ваш вопрос, мне кажется... Герой нашего времени вы! Вы! Я не знаю, вы никак... Я ни в коем случае вас не замыкаю в рамках. Юра, у тебя, конечно, удивительный... Простите, можно я скажу? Девушка, пожалуйста, вопрос. Здрасте. Спасибо. Спасибо. Нет, 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 просто мне кажется, что… Спасибо. А что это? Да. Всем слышно или нет? Я просто повторю, это вопрос про эстетику сторожа. Нет, нет, я думаю, что еще… Вы хотели… Да, у нас вопрос относительно оператора. Относительно оператора. Володя Ушаков оператор. Нет, я работал с ним на картине «Завод». Это оператор Володя Ушаков, который… Раз, да. Который работал со мной на картине «Завод». Он снимал с Нигиной Суфулаевой, по-моему, «Деткий пилот». Он работал на сериале с Григорием Константинопольским, который называется… Яна Ферма. Да, совершенно верно. Да что ж такое-то. Вот. Очень хороший, кстати говоря, и очень популярный рекламный оператор. Вот. И действительно очень эстетически подкованный. И, по-моему, даже по мнению, по крайней мере, аудитории, которая была на Кинотавре, его именно операторская работа, она была гораздо лучше, больше и глубже, чем сюжет, собственно, который я пытался, ну, как сказать, донести. В этом смысле, как раз таки, если есть какие-то неоспоримые, может быть, достойные, ну, оспоримые, безусловно, но какие-то очевидные достоинства картины, то же это операторская работа. Она действительно достаточно хорошая. Особенно в тех условиях, в которых обычно снимается малобюджетное авторское кино, мне кажется, для Володи это очень серьезный трамплин, и дай бог, чтобы у него все сложилось. Я думаю, это большая серьезная профессиональная единица в индустрии, по крайней мере, точная. У него есть амбиции, что самое главное. Он хочет, он готов, он может. И мне очень повезло, что, во-первых, я доверился такому, ну, скажем так, не начинающему, конечно, но молодому амбициозному человеку, и он во многом изменил эстетику, как сказать, и заводы. Вернее, не изменил, а принес очень серьезные какие-то свои, какие-то свои профессиональные способности и видения в тот мир, в котором, собственно говоря, я развивался до этого с другим оператором, с Кириллом Клепаловым, с которым я тоже, возможно, буду дальше снимать. Но вот сейчас так. Мы отклонились, кстати говоря. Может быть, я сейчас без иронии. Там что-то было еще, как сказать, чтобы я эту программу все-таки выполнил, потому что мне, честно говоря, чрезвычайно неловко, что у нас много таких каких-то казусных вещей, а я, может быть, по программе просто не иду. Сейчас я открою. В первое наше время мы можем с плаками добиваться. Я, честно говоря, если позволите, пусть… Да. Как не быть деспотом. Как не быть деспотом. Да. Любимов однажды… Любимов однажды сказал… Как сказать… Демократии в театре быть не может. А с моей точки зрения есть два основных, опять же, пути. Работы, как сказать, режиссера, вообще с командой на площадке, да и, в принципе, в кино в целом. И здесь есть один очень интересный парадокс, потому что… А, так, вот эти два пути. Один пути – это авторитарный абсолютно, да, и, собственно говоря, его разделяли и Тарковский, и Герман. Это же абсолютно авторитарные художники, да, там, и уж что говорить о многих других примерах, хотя мне кажется, что это не показательно, но это, по крайней мере, как сказать, некое правило создания авторских. Но в индустриальном смысле, почему я всегда это разделяю, там, на моем опыте, возникает очень серьезный парадокс. Режиссер, в принципе, должен быть человеком, требующим от команды и требующим от артистов, и вообще требующим от процесса некого не повиновения, не подчинения, но некого беспрекословного доверия, да, по крайней мере, кого, конечно, нужно заслужить, безусловно. Правда, немножко странно его заслуживать, там, не на дебютной картине, а на третьей, на четвертой, но все по-разному бывает. Все остальные тоже художники приходят со своими амбициями, со своим видением, и они хотят что-то свое привнести. Это всегда диалог, всегда спор. Но, в конце концов, окончательное слово, вроде как, должно быть за режиссером. В индустриальном кино очень часто бывает, когда авторитет режиссера уменьшается, благодаря, опять же, сотрудничеству команды в этом общем подчинительном ключе продюсеру. Я это испытал, к сожалению, на время первых, потому что, я думаю, что я справедливо был оттуда уволен, но то, что я испытал и запомнил достаточно надолго, то, что, допустим, если вы представляете, что такое PPM, да, предпродакшн митинг, да, ну это как бы некий стол, за которым садятся люди, да, и, собственно говоря, брифуют друг друга, да, отчитываются перед теми или иными, как сказать, начальниками, в данном случае продюсерами, режиссерами. И я всегда обращал внимание на то, что когда это большой производственный, многобюджетный проект, вернее, широкомасштабный, да, бюджетный проект, и если каждый из постановщиков, да, в процессе создания картины был мой оппонент, причем основательный, подкованный, человек со своим мнением и не боявшийся это мнение говорить, то когда у нас были предпродакшн митинги, допустим, с Тимуром, который в основном был все-таки с той стороны экрана, потому что он в этот момент снимал Бенгура, вот там все воспринималось беспрекословно, практически никогда не воспринималось каким-то жестким оппонированием, и в какой-то момент я понял, что авторитет режиссера очень часто, особенно в индустриальном продюсерах, зависит даже не от того, как он сам себя поставит, от того, как его поставит продюсер. И это вот такой парадокс, который меня очень сильно забеспокоил еще тогда, потому что, если, допустим, на методе мы сразу договорились, что существует, как сказать, достаточно большая, серьезная актерская звезда Хаменский, который, безусловно, в диалоге, который прислушивается, но он имеет право веток. Есть, условно говоря, вводные задачи от Цикала Александра Евгеньевича, который понимает, что он хочет получить в результате, особенно на монтаже, где продюсер очень часто любит сидеть и делать свое собственное кино, что, в принципе, нормально, если они об этом предупреждают. То вот в случае с «Время первых» мне казалось, что такая большая постановочная картина, она все-таки должна зависеть от одного центра, от одной головы. И я лично могу отчитываться продюсеру кулуарно, абсолютно интимно, но в целом, как сказать, ощущение группы должно складываться из того, что они, грубо говоря, до ра через фараона не проберутся, если понимаете, о чем я говорю, да, вот эта высшая эра, она достижима только через фараона. А здесь получилось, что можно в обход. И в этом смысле я оказался заложником ситуации, потому что все решения оспаривались, если были спорные, как сказать, мнения, да, то они обходились в другую сторону. Это частный случай, возможно, это мой случай. Но еще раз говорю, что, ну, если я правильно понял постановку вопроса, в авторском кино, опять же, то есть оно выигрышнее во много раз, просто потому, что, как сказать, там все определяет режиссер. Но это, на самом деле, достаточно уже тривиальная такая пошлая, может быть, как это называется, повторение того, что авторское отвечает от индустриального, но в целом вот такой парадокс я заметил, как сказать, да, и он труднопреодолим, потому что, опять же, все очень часто зависит от авторитета художника. Но если продюсер устраивает режиссер, то в конце концов и группу это тоже будет устраивать, но только исходя из такого положения вещей, а не из того, что, как сказать, авторитет режиссера не привлекает. Не знаю, ответил я или нет. Да, у меня еще есть один вопрос, и мы перейдем основательно уже к рубрике «Вопросы из зала». По спящим. Я понимаю, что тебя задолбали уже. Вопрос один. Твой уход из кино, как бы твое заявление об уходе из кино, оно увеличило количество предложений о работе в кино или нет? Ну, то есть, по итогу, как это сыграло на твою режиссерскую карьеру? Слушай, ну как неврастеническое высказывание может… Как может достаточно… А, вот так, да? Это как будто пьешь. Понятно. Тогда вот так я буду говорить. Я нашел, нашел способ писать. Я понял, две батарейки упираются друг в друга. Нет, от степени сжимаемости не зависит. Зависит, мне кажется, от положения. Ну, может быть. Так вот… Я пытаюсь просто выйти из положения. Я сейчас не иронизирую. Что касается ухода из кино, это мем. Я хочу это еще раз официально повторить. Я не отмазываюсь. Существует психологически неустойчивое эмоциональное высказывание, которое накладывает на мою репутацию серьезный жирный штрих. Это факт. Это ярлык состоявшийся. Он неоспоримый. Отмазываться от него бессмысленно. Но если дотекстуально, то уход из кино – это мем. Мем, придуманный уже СМИ. Я писал только о том, что мне надо всерьез задуматься и уйти в тень, чтобы вернуться с тем, что уже я имею право говорить о тех вещах, о которых мало что понимаю на данный момент. Поэтому, если мы как бы в судебном порядке, это не совсем верно. Что касается предложений, предложений больше не поступило, потому что неврастений, в принципе, не приветствуется в кино. Правильно? Потому что неуправляемость процессом… Я снял два фильма. Снял два фильма, безусловно, но с большим отрывом. Ну, в смысле, как бы… Временным. Временным – это раз. А во-вторых, все-таки, не забывая, что «Завод» – это была моя инициатива, и это было большое количество партнеров, которые, конечно, рисковали какими-то деньгами, но все-таки, по большому счету, вкладывались исходя из того, что они не рискуют тотально это. А потом, ведь все-таки это не предложение извне, это мои попытки найти свою собственную творческую реализацию. Предложения как таковые, но если и начали поступать, то, могу сказать сейчас так, без деталей, только тогда, когда появился платформенный бум, вот в последнее время. То есть, когда стало понятно, что платформы, то есть интернет-площадки для… Для «Простарт», «Премьера». Да-да-да, все вот большие… Ну, там не только «Премьер», там «Сбербанк», теперь «Эппл Плюс» теперь есть, теперь чего только нету. Сейчас и… Я думаю, что и МТС будет своя площадка, и у «Билайн», я не знаю, у «Крошки картошки» будет своя площадка. Отвечаю. Вот когда появился вот этот бум интернет-кино, да, стали поступать предложения, потому что, видимо, есть некая популярность именно в интернете. До этого серьезных, больших, периодических предложений, когда я разговариваю со своими коллегами, которые просто спокойно раз в месяц вычитывают 10-8 сценариев или, там, сериалов и полых метров, они находятся в сетке предложений. То есть, условно говоря, это же ведь как с голливудскими актерами. Там не сыграет «Ди Капель», сыграет «Бэл», не сыграет «Бэл», сыграет, я не знаю, кто там… Хотел сказать, «Менщиков» почему-то. Ну, не знаю. Короче говоря, есть какая-то сетка, где поступательное предложение поступает, как сказать, в разнарядке. Такого у меня не было никогда и до, и после, потому что я все время находился в зоне вот этой, как сказать, малой предсказуемости. Поэтому только вот с приходом интернет-платформ. Вы понимаете, да, задайте вопрос. Вот молодой человек уже очень готов. Да, давайте. Да. Спасибо вам огромное за что здесь. И у меня за два вопроса. Один раз в Инстаграме, по-моему, прекрасных фильмов, вы писали, что, возможно, со временем вы сделаете ремейт этого фильма, когда-нибудь есть ремейк этого фильма? Нет. Ну, вот вопрос. А вообще, вы планируете когда-нибудь это сделать? Я планирую когда-нибудь это сделать еще. Давай сначала ремейк начальника. А потом писать, что опять будут делать ремейк ремейк. Нет, конечно. Слушайте, я думаю, что это была какая-то литературная форма провокации, я не знаю, что угодно, но… Но делать фильм повторно… Мне… Я вам скажу, я скажу так чисто прикладно, да, чтобы это не было впустую. Мне действительно несколько жаль, что эта картина состоялась, мне кажется, не до конца взрослой, осознанной. Не до конца, может быть… То есть в более зрелом возрасте такую очень простую и классную притчу о двух мужиках, которые просто пройдят в течение дня из точки А в точку Б какой-то путь, приняты для себя какие-то главные и важные решения в жизни. Схема очень классная. И по ней можно было бы сделать, наверное, большую, серьезную, одновременно и камерную, и в то же время очень серьезную картина. Но у меня это, к сожалению, до конца не вышло. А переснимать… Мне кажется, это будет пошловато. Я думаю, что… По-моему, Ханеки переснимал два раза свой фильм, который называется там, по-моему… Как же он? Игры какие-то… Жестокие игры. Ну, я думаю, чтобы больше было упражнение в прекрасном, да, то есть, условно говоря… Ну, да. Там не было желания что-то исправить. Это просто был другой опыт. А мне кажется, что то, о чем вы говорите, это может быть мотивировано только желанием исправить, а этого делать не нужно. Потому что история не терпится слагательным, как мы знаем. Игры, у меня еще один вопрос. У меня коллеги партнер в конце-то сидит, если я его не знаю. Смотрите… Что сделал? Убьют? Убьют, да. У нас очень много, причем я, когда на основном важную конкурсство актеров, и вот, собственно, не читал бы у вас сниматься, и вопрос такой, когда вы, ну, смотрите на молодых актеров, вы смотрите на выпускников, именно на основных пяти вузов, или же вы рассматриваете выпускников таких вузов, как МЖК и… Я, к сожалению, не смотрю на выпускников. Я, в принципе, делаю вещи, наверное, нестандартные. Я хожу по театрам, это правда. Последний раз я был на Малой Броне. Я не вспомню название спектакля по какой-то пьесе, где очень интересная конструкция не самой пьесы, а вот именно для просмотра, как сказать, ну, скажем, труппы, если так можно выразиться. Там пьеса состоит из дуэльных диалоговых парных сцен, по-моему, девять, порядка девяти. Что-то про любовь там. И я увидел потенциал практически каждого артиста. Я смотрю артистов в театре, потому что я считаю, что, как сказать, это, опять же, вот та самая простая логичная схема. Если ты более-менее, как сказать, заметный артист, если у тебя есть желание быть в профессии, в театре ты хоть в каком-то виде, но будешь представлен. Другое дело, хотя бы в начальном этапе, да, другое дело, что можно отчаяться, уйти оттуда, или начать сниматься бурно и, в принципе, забыть про театральную деятельность, тогда тем будет заметно в кино. Но я периодически скажу, по студенческим спектаклям, вы понимаете, какая штука? Я пока еще не делал ничего и не собираюсь делать того, что относится к возрасту 18-25. У меня, в основном, артисты играют уже далеко за 30. И в этом смысле из самых молодых пока был только Ваня Янковский, но он уже, честно говоря, не сильно молодой, человек уже далеко за 25. И в этом смысле именно студенты, как бы потенциальные артисты, в данный момент, прямо здесь и сейчас, они, к сожалению, мало интересуют. Во что они разовьются через 5-10 лет, ради бога, дай бог им, так сказать, всего. Но вот тогда они начнут меня интересовать. А в студенчестве это просто можно увидеть, запомнить, но я не делаю, скажем, подросткового кино. Я в этом смысле не Оксана Карас, например, не Германика. У меня нету, как бы, профессионального запроса на это, к сожалению. Я заметил, что в ваших фильмах, именно в ваших, а не в тех, в которых вы, как режиссер и гость, короче, ну, в названиях ваших фильмах, короче, только одно слово. Вот расскажите, как у вас так получается назвать фильм именно одним словом? Спасибо, я понял вас, я понял. Очень просто. Надо просто называть в одно слово. Я называю в одно слово. Это, к сожалению, здесь ничего не… Хорошо пошутили, опять же, в честном трейлере, или как бы сказал сам Юрий Быков, Быков, вот и все. На самом деле это, кстати говоря, десятисекундное лирическое отступление. Не я один называю свои фильмы одним словом. Андрей Петрович Звягинцев, по-моему, не называл ни один свой фильм, как сказать, да, в два слова, если я не ошибаюсь, да. У Сигрева есть «Страна Оз», но… Или там у Хлебникова… Ну, мне кажется, что очень многие фильмы… Вообще, это русская традиция называть одним словом. Правда. Это… Почему-то кто-то придумал про меня такой мем. На самом деле, одним словом почти подавляющее большинство режиссеров… Вот сейчас вот вышли два фильма достаточно заметных. «Текст и верность». Они называются одним словом. Они называются «Верный текст» или «Текст и Валья верность». «Роба Сарик Андреасяна» еще тоже. Как? «Роба Сарик Андреасяна». Вот, допустим, то же самое. Люди любят… Потому что это легко произносить. И большие названия всегда превращаются в одно слово. В конце концов, потом уже внутри аудитории. Здравствуйте. Здравствуйте. Вероника. Я очень рада, что я сегодня здесь присутствую. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы здесь и что вы вообще есть. А вообще… Да. А вопрос, знаете, как? Так вот, я много сейчас пока сидела и едва сидела, пока вы говорили, особенно про фильм «Жить». Я хочу понять, почему он какой-то не такой фильм. Потому что в моем восприятии это самый такой фильм. Это фильм, который… Вы говорили про живопись. Это фильм, который мазками написал Мане. Просто он… Правда. Я смотрела его… Я смотрела не Быкова. Я смотрела не кого-то там. Я не знала, кто режиссер. Я просто села, смотрела и очень сильно переживала. Потом полчаса, наверное, в себя прийти не могла. Потом прошло года два, наверное. Я посмотрела еще раз этот фильм, но я уже смотрела Быкова. Но я не могу сказать, что я по-другому посмотрела этот фильм. Он на меня… Я хочу такие… Я думаю, что такие фильмы должны быть на самом деле, которые заставляют думать и которые не без множества героев стрельбы и прочих эффектов заставляют задуматься о главном. Такими мазками вы нарисовали мир такой, какой он есть, хотя я с ним совершенно не согласна с этим миром и мне его всегда хочется немножко украсить. И второй вопрос, почему фильм… Может быть, я не так просвещена и не так образована, чтобы понимать. Ценность для меня он ценен. А вопрос еще такой… Мне бы очень хотелось, чтобы талантливые, по-настоящему открытые люди, такие как вы, можно я скажу, все-таки, снимали бы фильмы не только про то, как тяжело и как несовершенен человек, но про то… Но вот вы же так много улыбались сегодня, ведь столько радости. Мне хочется про радость что-то. Но талантливо, чтобы так же, как и все остальное у вас. Спасибо. Ну, я думаю, что тему с картиной «Жить» я закрою очень просто. Мне кажется, что потенциал искренности там есть, но там есть несовершенные, не доведенные до ума приемы и, скажем так, профессиональные какие-то характеристики. Это просто примите как данность, это правда. Есть люди, которые над этим гораздо более жестко высказались, да, и с эромичностью. Я не отказываю этим фильмам в искренности. Я просто считаю, что он мог бы быть намного взрослее. Что касается фильмов по поводу «Улыбайтесь», я думаю, что вообще, скажем так, позитивное восприятие жизни, искренне позитивное – это мировоззрение очень взрослого, в хорошем смысле спокойного и осознанного человека. И в этом смысле у меня пока не сформировалось просто такое мировоззрение, потому что, ну, я пульсирую, рефлексирую, да, как сказать, впадаю в эмоциональные истерики, и в этом смысле я пока еще подросток по большому счету. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос общий. Как у вас, как вы работаете именно уже на съемочной площадке с актерами? Конкретизирую. Допустим, если мы говорим об авторском кино, не о продюсерском, не о продюсерской работе. Допустим, возьмем картину «Завод». Очень, ну, ладно, не очень, но немалое количество персонажей, и мы знаем то, что в нашей отечественной киноиндустрии, ну, иногда бывает зарубежной, бывают такие работы, когда актер просто встает, ну, на кадре он просто говорит, условно говоря, текст, то есть просто его передает. В этой же картине, даже, допустим, ну, я вот недавно пересматривал, в вашей картине, в вашей работе нет ни одного персонажа, то есть ты всегда видишь, какая у него мотивация, даже, допустим, у эпизодического, не знаю, капитана Дадакина. Вот. У каждого есть мотивация, и каждому персонажу ты волей-неволей, но ты сопереживаешь. Как вы добились такого эффекта именно в этой работе? Спасибо. Спасибо вам. Ну, я думаю, что этот эффект оспорим, потому что это ваше частное мнение, в том смысле, что существуют и другие мнения. Есть, например, люди, которые говорят, что люди стоят в фильме «Завод» в кадре и говорят текст. Вот. А есть люди говорят, что они плохой текст говорят. Понимаете, я могу сказать только о том, что я сам чувствую и воспринимаю. Смотрите, работа с артистом – это работа с постановкой задачи, исходя из органики и фактуры того инструмента, с которым ты работаешь. Артист – это инструмент, в хорошем смысле слова. Если ты подбираешь правильный инструмент, значит, ты правильно понимаешь его структуру, его организацию, там огромное количество деталей. Помимо того, что ты просто человек, который пришел на площадку, встать в мизансцену и сказать текст, это еще и живой человек. У него есть свои нюансы и детали. Кстати говоря, в начальном этапе работы, вообще в профессии, я эти детали и нюансы не учитывал. Мне казалось, что он технически, как угодно, должен быть готов к тому, чтобы я поставил ему самую сложную задачу. А я не должен учитывать ни его состояние, ни его ощущения, ни его человеческие, как сказать, эмоциональные настроения. Потом я с тобой понимаю, что это важно, а потом с тобой понимаю, что это архиважно. И причем гораздо более важнее, чем просто постановка задачи. Иногда можно разговаривать на птичьем языке, не сказать ровным счетом ничего, но в правильный момент поддержать, правильный момент подмигнуть, правильный момент похлопать по плечу. И артист начинает чувствовать, что он в этой сцене нужен и даже, в принципе, исходя из самого текста, понимать, что нужно делать. Это всегда очень незашоренная, нестатичная, как сказать, штука, способ работы с артистом. Но главным и неотъемлемым остается только одно. Опять же, вот эти два пресловутых пути. Андрей Алексеевич говорил, что артист должен играть в состоянии и не читать сценариев. По этому поводу есть замечательная шутка. Я помню, сейчас не назову режиссера-артиста, но, по-моему, было так. Режиссер очень именитый говорит, я вообще артистам не даю читать сценарии, чтобы они не понимали, что будут делать в следующий момент. И артист из этого фильма, где этот режиссер, собственно, не дает читать сценарии, говорит, я очень долго читал сценарий, очень вдумчиво. И вот слава, спасибо этому режиссеру, что он изначально, как сказать, дал мне возможность самому принимать решения, как сказать, исходя из перспективы драматургии, сюжета и так далее. Вот такая вот шутка была. Это не шутка, а вот такая вот реальная история. Я думаю, что с артистом надо работать, во-первых, исходя из того, что ему органично. Некоторым объяснять ничего не надо. Они чувствуют. И я тоже с этим долго мирился. Есть артисты, которых нужно просто поставить в точку. Это правда. Мало того, не потому что они выдающиеся делают свою работу, потому что они по-другому просто не могут. Они просто не выносят органически постановки задачи, сверхзадачи. Даже простыми глаголами. Умри, я не знаю, там, убей, люби и так далее. Хотя есть артисты, которые, наоборот, начинают вспоминать школу Станиславского, Чехова, остальные другие школы. И начинают говорить, что все-таки, если ты со мной не общаешься профессионально, что ты тогда за режиссер? Я научился с разными артистами поработать по-разному. Другое дело, что в моих фильмах в основном преобладают артисты, во-первых, взрослые. Во-вторых, очень такого консервативного мужского склада характера. И в основном это, грубо говоря, вот те самые, опять же, как надо мной смеялись, мужики. Ну, я веду в этом ролике, что мужики, что мужики. На самом деле, это действительно мужики, они очень конкретные люди. Они не рефлексанты, они любят рассуждать, они любят разглагольствовать. Я-то люблю. И, может быть, пару-тройку раз я себе позволяю в начале первой читки что-то поразмышлять. Дальше я понимаю, что им нужно давать очень конкретную задачу и уже наблюдать за тем, как они, ну, как сказать, входят в сцену. Как они в ней органично или неорганично существуют и поправлять какие-то очень конкретные вещи. Вгонять в состояние артиста, например, что, в принципе, кстати говоря, очень любил делать тот же самый Тарковский или Герман. Вгонять в состояние, в смысле, погружать артиста помимо его воли, это не совсем мой способ. Я не люблю насильничать в этом смысле. Я даю свободу в том смысле, что если человек не выполняет то, что мне нужно, я лучше сделаю паузу. И дождусь того момента, когда он в состоянии меня услышать. Я не разыгрываю каких-то интриг с артистом, не пытаюсь его обмануть. Я не отношусь к артисту, допустим, как к ребенку. Кстати, что очень популярно у многих режиссеров, говорят, что артисты же это дети. Ну, правда, сукины дети, как говорил другой замечательный драматур. Но я не отношусь к артистам как к детям. Потому что я считаю, что если артисты дети, то мне вообще 6 лет. Я такой же человек, такой же художник, так же рефлексирую, так же сомневаюсь. Но если мы делаем работу, если несколько здоровых взрослых мужчин собрались в ночь, условно говоря, в 2 часа ночи на площадке, чтобы сделать некий продукт, хороший или плохой, как угодно. То есть они собрались, они взрослые, они тратят чужие деньги, они должны сделать свою работу. Другое дело, что это работа эмоциональная. Но я, как артист, как детям, я пытаюсь объяснить в тех рамках, в которых я не утомляю артиста. Я не хочу утомлять. Раньше я очень сильно утомлял. Ну и плюс ко всему очень технические вещи. Сейчас раньше, если я мог сделать 10-15 дублей, то сейчас я прекрасно понимаю, ну уже где-то 3-4 года я точно понимаю, что дальше 5 дубля делать вообще бессмысленно. Потому что устают все. Устает группа, оператор, устают артисты, устают слова, устает даже бумага. Вот, есть какая-то, как мне кажется, какая-то очень общая схема, в которой ты человека-артиста воспринимаешь как живого человека, адекватного, у которого есть понимание того, зачем он здесь находится, и есть свой собственный инструмент. Моя задача просто объяснить там, где сложно понять, и не объяснять там, где понять просто, чтобы не тратить ни времени, ни силы, ни эмоций. Потому что, в конце концов, процесс работы с артистом – это эмоциональный процесс. Самое страшное – это лишнее потратить эмоции. Вот, если я ответил на ваши вопросы. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, насколько важно для режиссера каждый раз выходить из зоны комфорта и снимать для себя что-то новое и необычное? Смотря для какого режиссера. Если для жанрового, то, понимаете, зона комфорта – это, как мне недавно рассказали анекдот, если нога попала в капкан, да, а ты не можешь ее оттуда вытащить, это не значит, что ты не можешь выйти из зоны комфорта. Это значит, что ты просто не можешь вынуть ногу из капкана. Так вот, мне кажется, что амплуа режиссера, который складывается со временем, оно, в общем, как и у артиста, любого другого художника, ну, да, наверное, если мы возьмем Пикассо, он когда-то рисовал замечательный, достоверный, реалистичный портрет, а потом мы знаем, что он пришел к этому, к тому, чему он пришел, в конце концов, почти к детским рисункам. Но кино – все-таки вещь гораздо менее сложная в этом смысле и гораздо более объективная с точки зрения затрат, ресурсов и так далее. Мне кажется, когда у режиссера складывается амплуа, когда он находит свой язык, он потом его практически не меняет. Вот я как раз-таки в этом смысле поначалу экспериментирую. Мне кажется, что у хорошего художника язык практически не меняется. Он формируется, он развивается, он делается сложнее, но он не делается другим. То есть, условно говоря, если вдруг Хлебников снимет как Звягинцев, я очень сильно удивлюсь, или наоборот. Наверное, это просто вещи свойственные характеру. Поэтому, как мне кажется, экспериментировать нужно, как бы не выходить, то есть нужно развивать свое тело, но выходить из тела – это уже что-то такое психиатрическое. Нужно развивать свой собственный аппарат, свой собственный голос. И в этом смысле приемы могут только усложняться. То есть, они радикально меняются, значит, вы просто находитесь в какой-то, не знаю, в панике, в истерике. А это уже нехорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, у меня такой вопрос. Я несколько лет назад смотрел интервью ваше, и вы рассказывали про аудиторию кинотеатров. Ну, типа, это молодая аудитория. И это надо на лбу себе выбить и запомнить вообще, для кого мы снимаем. Вот. У меня вопрос, почему вы снимаете свои фильмы в формате полных метров для кинотеатров, а не в формате сериалов, там, на платных платформах. И они бы, ну, мне кажется, гораздо лучше зашли бы. Это справедливое замечание. Ну, вы понимаете, почему, условно говоря, вы не ездите на Майбахе, если вы зададите такой вопрос человеку, который ездит на телеге в 12 веке, это тоже будет, вроде бы, справедливо, но не совсем корректно. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Сейчас я понимаю, да, что сюжеты, которые я беру, способ донесения… Хотя, опять же, спорный вопрос. Понимаете, мне кажется, что объективно, даже не объективно, а, как сказать, вот на Западе это явление уже состоявшееся. Все мы знаем, или почти все, вот сейчас вот эту нашумевшую речь, да, Скорсезе по поводу Нетфликса и выхода его фильма «Ирландец», когда картина вышла двумя копиями, как сказать, да, а так их все устраивает. В этом смысле большому, серьезно сформировавшемуся еще достаточно давно режиссеру хочется, чтобы картина выходила на широком экране. Но объективно, ну, как сказать, может быть, это выход на платформе, я не знаю, но, короче говоря, объективно, драматическое кино, оно теряет вес на широком экране, потому что просто сама логистика, она упростилась. Что такое, и это не моя фраза, что такое кинотеатральный показ в мультиплексе? Это часть фудкорта, больше ничего. И в этом смысле, конечно, там могут присутствовать авторские работы в отдельных залах, но там всегда будут какие-то или удобные, но малочисленные сеансы, или неудобные, или какие-то, ну, малопосещаемые и так далее. Практически никогда не избежим полузаполненных залов. Поэтому то, что приходит интернет сейчас, да, конечно, это объективная реальность, и, наверное, драма, она постепенно уходит туда, просто потому что принцип смотрения драмы, не поднимая жопу с дивана, он гораздо более удобный, чем, как сказать, собраться все вместе, взять попорно и пойти, как сказать, с детьми, с собаками, с кем угодно, и пойти посмотреть какое-то замечательное развлекательное кино. Драма развлекательным кино не является. В таком, естественно, как бы в логичном смысле. Но, когда вы говорите про сериалы, я уже повторял, и при том, что я их сам их делал, и, скорее всего, буду делать, но честно могу сознаться, что я отношусь к сериалам, к длительности сериала, к структуре сериала очень скептически. Я абсолютно убежден, что любую тему, которую экспонирует сериал, которую он развивает, я говорю, в длинном формате, можно высказать в полутора-двух часах. И существование сериала, как явление в длительности, восьми, шести, двенадцати, шестнадцати серий, особенно в длительности сезонов, это явление искусственное. Это, сейчас поймите меня правильно, ни в плохом, ни в хорошем смысле, в медицинском смысле спекуляция фактуры персонажей, обстоятельств, тематики на привлечении внимательных зрителей к этим фактурам. То есть, нравится зрителю это смотреть, это надо тянуть до бесконечности, пока это приносит ту или иную прибыль, рейтинги, рекламу, что угодно, популярность платформы. Длительность сериала – явление, не относящееся к необходимости. Это не война, как говорят, это кинороман. Нет, роман – это роман. Роман действительно очень большая форма, в которой заложены мысли, которые не могут быть рассказаны вне формата романа. Но сериал – это не роман. Сериал – это искусственная длительность. Чернобыль, кстати говоря, формат мини-сериала, у него есть свой отдельный плюс и минус. В принципе, мини-сериал – это то, что может быть двух с половиной, трехчасовым фильмом. Как «Танцы с волками», допустим, Костера, который идет почти четыре с половиной часа. Это можно разделить на несколько количеств серий. Я очень неплохой мини-сериал смотрел, мне очень понравился. Называется «Покажите мне герои» про 70-е годы в Нью-Йорке, когда строили социальное жилье. В этом смысле я это воспринимаю как полнометражный фильм. Понимаете, какая штука? А когда я вижу 8, 12, 16 серий, очень часто я понимаю, что есть вещи, которые я бы выбросил очень спокойно. И темы от этого бы не потерял. А когда я вижу 2, 3, 4, 5, 6 сезон – это уже откровенная спекуляция. В том смысле, что зрителю нравится смотреть за этим персонажем, а теперь он на луне, а теперь он в ванной, а теперь он в ванной луне. Или в лунной ванной. То есть пока он интересен, его тянут. Безусловно, у него должна быть арка. И просто на пустом месте, в конце концов, поэтому любой сериал заканчивается. Но просто потому, что заканчивается зрительский интерес. Брекен Бет не планировался, я думаю, изначально на 6 сезонов. Любой сериал планируется сначала либо на пилот, по крайней мере, в западной системе координат. Это же бизнес. Это понятно. Потому что оттуда тоже можно что-то вытянутить. Я думаю, что вообще, в принципе, смотрите, как мне кажется, чем отличается сериал от фильма? Он отличается тем, что фильм – это прежде всего тема. Даже если получается очень интересное фактурное изображение, персонажи выпуклые, которые потом становятся мемами, сами по себе уже с самостоятельным художественным явлением. Да, изначально фильм – это тема. Все остальное подчинено этой задаче, раскрыть тему. А сериал изначально – это не всегда тема. Это иногда просто классный пацан или классная тёлка в классных интересных обстоятельствах. И в этом смысле сериал – еще гораздо более коммерческая, спекулятивная вещь. Это не значит, что это плохо. Во-первых, спекулятор – это экономический термин. Я тут никого не унижаю. Но не надо придавать сериалу характеристики того… Послушайте, в российской действительности вообще все проще. Я сейчас скажу вещи циничные, потом меня вообще все закурят и забьют. Но любому режиссеру, которого вы знаете, если ему давать возможность снимать полнометражные фильмы, вы никогда в жизни его не затянете на сериал. Ну, нету практически режиссеров, которые влюблены в сериалы. Я, ну, по камере в российской, я с западными не знаком. Ну, любой режиссер хочет снимать что? Полнометражное кино. И сериал для него – это в любом случае эстетически, как бы этически, если хочешь. Это компромисс. Это не значит, что это плохо. Это профессиональная работа. Она может быть сделана круто, как, допустим, «Игра престолов» в лучших своих сезонах, сериях и так далее. Но это все равно… Если было 10 режиссеров и 2 шоу… Совершенно верно. Если режиссер – художник, даже на коммерческом кино, он пытается привнести свой собственный мир, свое собственное видение. Он пытается сформулировать… Ну, слушай, беру камень, убираю все лишнее. Но это разве это относится к сериалу? Мне кажется, нет. Поэтому надо просто осознавать, что сериал – это абсолютно продюсерский, в том смысле, что это абсолютно коммерческий, это бизнес-формат, в котором можно быть творческим человеком, можно находить интересные вещи. Но, ну, если бы времена не изменились, я бы думал, «Финчер» бы не стал бы снимать, ни игры, кстати, «Охотников за разумом», не, как сказать, даже пилот «Каршин Домика». Время изменилось, формат можно подстроиться. Но понимаешь, какая штука? Все-таки снять полуметражное кино, сесть и посмотреть его от начала до конца, понять тему, понять высказывание и отрефлексировать, да, вот когда вот пошли титры, то есть ты можешь его пересмотреть, но вот это впечатление единого просмотра, его вряд ли можно получить от прерывного, причем, кстати, любой сериал уже запланирован для прерывного просмотра, не запланирован, чтобы ты 8 серий подряд без остановки посмотрел ночью, когда уже тебя просят и дети, и жена уже отключить в конце концерта, собака просит, чтобы ты выключил, ты завтра на работу, а ты все сидишь и смотришь 10, там, 6 сезон, 10 серии. Нет, это для этого не... Сериал – это прерывный просмотр. А как можно, ну, как бы... Можно книгу читать прерываясь, наверное, хотя лучшие книги считаются взахлевок. Но фильм, в принципе, придуман для того, чтобы смотреть от начала до конца, и это более емкая высказка, как мне кажется. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Быть может, я немножко повторюсь, но тем не менее я его задам. По каким критериям вы отбираете актера на съемочную площадку? Что для вас является решающим фактором? Да, я думаю, что для любого другого нормального режиссера решающим фактом является органика и фактура. Больше ничего. А если стоит выбор между медийным актером и немедийным, то... Для режиссера, скорее всего, есть... Что такое пробы? Приходит несколько разных людей, которые, в общем-то, совпадают по характеристикам с персонажем. И ты выбираешь лучшего с твоей точки зрения. Что касается медийного и немедийного, ну, я не знаю практически ни одного режиссера, который бы всерьез хотел бы снимать медийного, если он уступает по характеристикам, с его точки зрения, немедийным. Или наоборот. Выбор всегда делается в пользу совпадения человека, артиста с персонажем. Но медийных чаще всего выбирают продюсеры, конечно. Это известный факт. Потому что они страхуют картину экономически, безусловно, конечно. А это в этом, вы понимаете, в этом есть как бы жестокая логика процесса. Человек... Вообще индустрия, киноиндустрия, это все-таки бизнес, деньги. И люди как бы... Не просто так формируются пул звезд, не знаю, известных каких-то медийных личностей, режиссеров, продюсеров и так далее. Это все, в общем, достаточно тщеславная штука. Это схема, по которой выстраивается привлечение внимания зрителя. Кто снимался? Кто снимал? Кто продюсер? Понимаете? Это же ведь тоже работает. А как стать медийным артистом? Как стать медийным артистом? Денег заплатить, я вам скажу. Я думаю, что медийным артистом стать невозможно, если только вы не обладаете характеристиками, которые, скорее всего, относятся просто к харизме. Медийным артистом, особенно в наше время, становится человек, как мне кажется, обладающий задатками рок-н-ролльщика, если хотите. То есть человека, который привлекает в себе такой же, ну, скажем так, что такое харизма, да? Я не знаю. Мы можем сейчас уйти в дебри, тем более в психологических, которых я мало что знаю, но это как-то связано, наверное, ну, как сказать, с влюбленностью зрителя в артиста или в артистку. С сексуальностью, в конце концов, связано. Это связано с какими-то характеристиками. Очень часто, особенно в наше время, как это продюсер любит повторять, факабл, не факабл, понимаете? Вот так же бывает иногда. А медийного режиссера это тоже касается? Более корректно и аккуратно, когда зрители хотят артиста, хотят во всех отношениях, тогда он становится медийным. А когда они его не хотят, он может быть великолепным артистом, тончайшим артистом, но он не становится медийным. Такие случаи бывают. Кайдановский, Солоницын, это артисты не медийные, но это выдающиеся артисты. А есть артисты, которых хотят. И даже в советское время они были, да? Тот же самый Мирон и так далее. Есть выпуклая харизма, которая привлекает большое количество внимания. Как человек ходит в пространство, занимает его полностью, это всех устраивает. Вот это называется звезда. Вот и все. Друзья, меня подсказывают организаторы, что у нас осталось три вопроса. Давайте, кто следующий. Всем добрый вечер. Меня зовут Чешкасов Валерий. Я хотел бы задать вопрос от продюсеров первого курса. Да, Юрий, я посмотрел фильмографию. Сейчас, одну секунду. Вы зря, кстати, смеетесь. Я ведь ничего оскорбительного про продюсеров-то, в общем, не сказал. Я сказал очевидные вещи, которые они и сами знают. И мне кажется, что это, когда обозначаются вслух такие вещи, процесс становится понятным. Просто когда... Есть такое... Я сейчас прямо буквально закончу. Есть такое слово, называется творец. Вы как-то слышали, те, кто занимается кино по отношению к себе, если вы режиссеры, сценаристы, артисты, вы говорите, вот творцы сейчас приедут, вот творцы сейчас сделают. И такое ощущение, что тебя немножко унижает, считает тебя либо полоумным, либо, как сказать... Это с любовью говорится, но вроде как, что ты немножко ненормальный, творец. Он не управлен, и вот черт не узнает, что он сделает. С одной стороны, это вроде правильно, потому что творец действительно должен быть непредсказуемым, интересным и так далее, неожиданным. Но никто не убирает здравого смысла из художника, если он в нем присутствует. Не надо этого делать. Бывают нормальные, искренние, очень интересные, но здравомыслящие люди. Поэтому как раз-таки мне кажется, если все проговаривается вслух и становится понятно, я заканчиваю, что отношения в индустриальном кино строятся, исходя из не только, конечно, выгоды, но прежде всего, да, работы с массовой аудиторией, которая не обладает уникальным вкусом. Рейтинг и сборы – это вещи, формирующиеся из максимального объема аудитории. Это значит, продукт должен быть максимально универсальным в каком-то смысле. Ни универсальные вещи, ни рейтинговые в топовом смысле, ни кассовые в топовом смысле не становятся. Я хотите, я вам приведу в пример, я не знаю того же самого, как сказать, как я уже упоминал. Не знаю, кому угодно. Ну, короче говоря, мне кажется… Простите, я вас перебил. Вопрос. Несколько компонентов в вопросе. Вот смотрите, в фильмографии сказано, что как продюсер вы выступили в фильме «Завод», я его смотрел. Действительно ли это ваш первый опыт как продюсера в полном метре? Довольны ли вы результатом, в том числе коммерческим? Потому что целевая аудитория специфическая, это фильм про рейдерские захваты, вроде как для более взрослого поколения. И вот, ну, интересно, насколько вы остались довольны. И какие дальнейшие планы вот именно с точки зрения продюсирования? Какие мысли, какие идеи? Если можно, поделитесь. Нетривиальный вопрос. Да, продюсерским опытом, собственно, не доволен. Не умею не останавливать ни себя, в смысле, как сказать, управления собой в инструментальном, в коммерческом смысле, ограничивать себя там, где нужно, или давать себе необходимые инструменты. Честно говоря, ушел в перерасход, который, собственно, сам был вынужден компенсировать. Поэтому своей продюсерской деятельностью, опять же, продюсерской деятельностью глобальной, потому что я не был исполнительным продюсером, человеком, участвующим в процессе формирования бюджета, как его распределение и так далее. Но с собой остался недавно. Что касается продюсерских планов и амбиций, нет никаких. Не хочу больше. Продюсер профессии в известном смысле и в нормальном, в позитивном даже, если хотите, в медицинском смысле, циничная. Человек должен уметь право наступать, внутренне иметь право наступать на горло тем людям, которых он с другой стороны может и любить даже, и относиться к ним с уважением. Но продюсерская задача быть человеком рациональным, человеком, безусловно, решительным, человеком, который не делает эти поступки не из-за того, что он, как сказать, вдруг концентрируется, сжимается и потеет, как я, а делает это абсолютно спокойно, потому что это часть его профессии. Это другая профессия. Это другая профессия эмоционально, человечески, институционально, я не знаю, психолог, как угодно. Это другая абсолютно профессия. И я этой профессией не владею, не потому что я не могу выучить ликбез, я не знаю, там, матчасть и так далее, а потому что я просто человеческий настроен совершенно на другое. Это был опыт, который показал мне, что мне продюсерам быть не нужно. Вот так. Кто дальше? Юрий, здравствуйте. Спасибо вам и Московской школе кино за этот мастер-класс. У меня такой вопрос, так как я учусь на курсах режиссура в Афгике, и меня интересует именно авторское кино. Ну, про продюсерство продолжу. Как вы находите эти... Почему вы сказали, что перебиваешь, что поскольку вы учитесь в Афгике, вас интересует авторское кино? Не, не, не потому что учусь, я говорю, что я учусь на режиссерских курсах, да, и у меня авторское кино, ну просто, да, мне вкратце сказали все сказать, а не перечислять всего. Меня интересуют именно вот продюсеры. Как вы находите соратников, единомышленников в себе, чтобы они хотели вкладываться в ваше кино, да? Я не знаю, без иронии я не могу, я черт его знает как. Потому что где мои сборы Юра, по-моему, это уже стало мемом, понимаете? Я думаю, если говорить о себе жестко, цинично и рационально, ну не цинично, по крайней мере жестко, я думаю, что есть некий бэкграунд. Я же очень часто работал с разными продюсерами. Первые три картины я снял на студию Алексея Учителя, когда было такое понятие, как государственный грант на критическое проблемное кино. Это было явление, как сказать, ну скажем такое, одобренное существующим положением вещей, системой и так далее. Вы все знаете, что после Левиафана это закончилось. По крайней мере, скорректировалось абсолютно точно, да, выражение там министра, пророжку-говняшку и так далее. Так вот, первые три картины, они были сделаны под правительством большого серьезного продюсера, да, который, ну как сказать, ну работает с государственной финансировкой достаточно давно. И в этом смысле проблем каких-то не было. Там не было, вообще не было обсуждения, на тот момент вообще, когда выходили там лучшие фильмы Сегарева, там, Хлебникова, Бакурадзе, на тот момент вообще не было обсуждения того, что эти фильмы должны приносить прибыль. Дальше сформировался у каждого из этих режиссеров определенный бэкграунд, в большей или меньшей степени. И вот на этом бэкграунде, по-моему, мы до сих пор и едем. Кто-то больше, кто-то меньше, большее количество раз или меньше. Но уже сейчас возникают вопросы, особенно после сборов, например, текста или, например, верности, будет понятно, что не собирать в кино уже неприлично. И уже ты не скажешь, я так вижу, хотя есть, безусловно, выдающиеся картины, которые не собирают. Там больше даже 10 миллионов, это и Кислота, например, та же самая, и Сердце мира и так далее. Но я не говорю, что это, в принципе, факт того, что это выдающееся кино или то или другое. Но продюсер тебе в следующий раз скажет, ты хочешь критиковать, ты хочешь проблемное, ты хочешь высказывание. Ну тогда, а как я буду, собственно говоря, в Минкульт я пойти не могу. Или могу, но будут определенные корректировки сюжета или текста, или в целом какой-то. Ну, то есть, жесткого, по-моему, тексты не снят, по-моему, за государственные деньги, если я ошибаюсь. Да. А вложить свои деньги я их потеряю. Плюс еще есть пример, когда я, условно говоря, я знаю, что есть фильмы проблемные, но они еще собирают. В этом смысле я нахожусь в переломной ситуации, правда. Я не знаю. Мои картины не собирали денег ни тогда, ни сейчас. И для меня это очень серьезный вызов. Я сейчас, на данном этапе, я пока не понимаю, как действовать дальше. Это важно, потому что я не кокетничаю. Потому что дальше есть третий путь, вы его прекрасно знаете, да, путь, допустим, Зягинцева, Балагова и так далее. Когда ты становишься серьезной фестивальной единицей, это имиджевые дивиденды. Они большие, они достаточно серьезные, они дают очень много тем продюсерам, которые этим занимаются. Но если ты становишься подобной, как сказать, фигурой, тогда с тобой можно работать, правда, до того момента, когда ты не перестаешь этой фигурой быть. Но это очень нечасто бывает. Скорее всего, те, кто попадает в этот пул, они остаются там. Ну, вот у меня так и не сложилось. Поэтому для меня это очень большой вопрос. Почему, еще раз отвечаю, почему давали? Потому что были ожидания с тем же самым заводом, да, что будут сборы, и произошло. Со сторожем – это картина, которая сделана с государственным финансированием, но эта картина не такая острая, не такая, как сказать, критичная, как были предыдущие карты, должны понимать. Это очень экзистенциальная, очень, как сказать, камерная, и, в общем-то, не такая зубастая, как предыдущие. Поэтому в каком-то смысле она и прошла, наверное, конкурсом культуры. В этом смысле, что будет дальше и как будет дальше развиваться повеста, я могу только предполагать. Давайте еще один вопрос и расход, как говорил Майор в фильме «Майор». Здравствуйте, Юрий, я здесь. Можно сказать, вы являетесь постоянным композитором в своих фильмах. И хотелось бы понять, это творческие амбиции, это экономия или это просто вы не нашли еще своего композитора? И так можно и про сценаристов спросить, кстати говоря. Я только не снимаю сам слово. Да, изначально это была не экономия, но это была экономия времени и бюджета, потому что в тех рамках, которые делались первые три картины, мне предусматривалось, ну, как сказать, черт не знает, и в этом не было какой-то осознанности. Я не хочу работать, условно говоря, с большим композитором, не знаю, в Довином или еще с кем-то. Не было такой установки. Ну, просто мне всегда казалось, что музыкальное оформление моей картины настолько незатейливое и настолько камерное, что мне хватает и собственных, как сказать, знаний о музыке и, в принципе, собственных умений, чтобы сделать так, как можно. Это не попытка доказать, что я еще и композитор, поверьте мне, вот так я отвечу. Но про композитора как-то не хочется заканчивать. А вы не думали брать какого-то помощника, например, малоизвестного? У меня сейчас есть соавтор, по большому счету. Я же пишу сейчас музыку последним двум картинам вместе с Ваней Сьяновым, который вообще самостоятельный музыкант, электронщик. Поэтому, нет, вы видите, уже процесс идет. Скоро все отдам, как бы все. Слушай, у меня еще такой вопрос. Вот ты сказал, что режиссер хочет снимать только полные метры, но ты во всех своих фильмах был еще и сценаристом. У тебя не возникало желания никогда написать сериал или мини-сериал или какую-то историю, состоящую из нескольких частей? Я тебе больше скажу. Я сейчас на пороге решения о том, что, может быть, я писать сам не буду какое-то время. Нет, нет, не в этом дело. Мне кажется, я замкнулся в собственном мире, который, честно говоря, все это время не развивался. Я почувствовал, особенно посмотрев сейчас несколько... Кстати говоря, есть сериалы в том числе, чтобы не думали, что я прям совсем ненавижу сериал. Я смотрю сериал. Мне сейчас очень понравился сериал Джон Адамс, если кто смотрел такой сериал. Это про США у истоков, про отцов-основателей. И это очень круто сделано. Посмотрел популярный сериал «Эйфория», и смотря вообще и современные русские сериалы, я понимаю, что они гораздо наглее, они гораздо жестче, они гораздо более... Мне кажется, что полезно будет, наверное, по крайней мере, в соавторстве поработать или даже перепоручить, потому что я на вопрос, почему у вас в заводе никто не снимает происходящее на телефон, мне просто нечего было ответить. Я даже про это не подумал. То есть я, видимо, настолько застрял... Ну, то, что застрял, так нельзя, потому что это все-таки самобичевание, но жизнь действительно стремительно развивается, как новая модель айфонов. И я за этой скоростью не успеваю. То есть мне, ну, как сказать, эта скорость некомфортна. Но чтобы оставаться в профессии, эти скорости надо все равно учитывать. И мне кажется, что как раз-таки перепоручение, делегирование, соавторство, соучастие – это неизбежный путь, который мне придется принять, потому что... И это нормальный путь. От абсолютной концентрации на самом себе и своих навыках до абсолютного делегирования, наверное, это правильно и возрастно, потому что со временем ты просто наработанный опыт можешь применять уже к новым каким-то, грубо говоря, мощностям. Иначе ты просто, ну, как бы... Можно стать какой-то антикварной вещицей, интересной узкому количеству людей, но это редкий случай, когда это удачная биография. Мне кажется, что мне неизбежно придется работать и с чужими мыслями, с идеями, и даже с чужими творческими амбициями, причем в своем именно авторском ключе. Не в нанятом, а в смысле, когда у человека есть идея, ты ее как режиссер можешь выплатить. То есть ты ищешь автора или ты ищешь сценарии, которые ты... Я иду... Я сейчас не... На самом деле сейчас я ничего не ищу. Сейчас я просто... Вот досижу сейчас, если не упаду в оморок, слава тебе Господь, приеду домой, выпью чаю и в очередной раз подумаю, а что же дальше. Сейчас это абсолютно, ну, как сказать, открытое пространство, в которое, ну, я завершив то, что вот называется сторожем, да, я вхожу в новое, как мне кажется для себя абсолютно неизведанное пространство и временное, и психологическое, потому что я хочу, ну, если хочешь, закрыть этап посвященной замкнутости на самом себе. И открыть этап посвященный отмкнутости на других. Спасибо, Юра. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...